Добрый вечер. Так, начинаем наш двугневный семинар о науке взаимоотношений. Тема сложная и глубокая, мы, как правило, ее сильно упрощаем. Ну, то есть, да, каких-то практических полезных вещей. Например, семейная жизнь. Это интересует многих. Собственно, в центре большинства людей семейная жизнь. Но и в деятельности также мы зависим от науки взаимоотношений. Работа ли это, семья, семья, неважно, мы общаемся с людьми. Если мы изучим эту науку основательно, мы будем успешны во всех сферах жизни. Если мы не изучим эту науку, то мы не будем успешны ни в одной сфере своей жизни. А если даже получим профессиональные навыки, опыт, мудрость житейскую, так сказать, но если не освоим науку взаимоотношений, мы не будем успешны ни при каких обстоятельствах, никогда. То есть, это есть главная центральная наука. И она, собственно, имеет духовную основу, потому что мы именно духовные существа. Вот в этом ее уникальность и сложность, и хрупкость этой науки. Хрупкое сердце у человека, душа такая у него, тонкая очень, чувствительная. Достаточно один раз принести травму на всю жизнь. Наука взаимоотношений вот такая вот она, чувствительная вещь очень. Поэтому этому нужно учиться. Есть такое понятие, как этикет. И в основе этикета лежит способность не причинять беспокойство окружающим. Так вести себя, чтобы не причинять беспокойство окружающим. Это начало цивилизованных отношений. Это лишь только начало, этикет, и снова это начало. И у человека есть биологическая какая-то платформа существования, так сказать, животное, так скажем. У нас есть тело, физическое, органы чувств, все те же самые инстинкты. Очень-очень похожи мы с вами в этом смысле на любое живое существо. На кошку, на собаку, на кого угодно. Но кроме этого у нас есть ум утонченный. Выше него еще есть человеческий разум, который понимает смысл жизни, может осознать. Может понимать, что такое духовность и нравственность. Какие-то возвышенные уже идеалы. И, собственно, душа и сверхдуша над ней. Вот такая структура нашей личности. Говорится, Бог в сердце каждого живого существа. Это наша совесть. Разум – это наша воля. Ум – это наша возможность как-то здесь что-то прогнозировать, чувствовать, воспринимать, желать. И есть органы восприятия – это биологическая основа. В древних книгах говорится, что на биологической основе мир невозможен. Мы хотим счастья, но на биологической основе, если наше сознание находится преимущественно на этой основе, мир невозможен. Вы никогда не примирите кошек и собак, говорится. Если вы возьмете собаку, пригласите еще одну собаку, жучка, пригласите бобика и еще тузика. И обратитесь к ним, пожалуйста, дорогие. Бобик, тузик и ручка. Живите мирно, хорошо? И уйдете. И вы увидите, что там будет. Они не смогут. Это что-то подобное, как мы с детьми общаемся. Они тоже ссорятся постоянно без вмешательства какого-то высшего, разумного, взрослого человека. Они склонны воровать, быть жестокими, ссориться. Их нужно занимать играми, нужно заниматься, очень много воспитывать. Животные природы человека нужно организовать. И немало усилий мы для этого предпринимаем. И порой безуспешно. Потому что взрослые, они уже ссорятся по-настоящему никак. Их трудно остановить. Детей вы можете остановить. Своим авторитетом, отца и матери. А что делать со взрослыми людьми? Вот это проблема. Вот об этом мы будем говорить. И это, конечно же, наука. Это не просто какие-то нравоучения. Мы разберемся научным образом. Пожалуйста, поднимите руки те, кто впервые на нашей лекции сегодня. Ого, нас много. Нас много. То есть вы первый раз, вы не слышали никаких лекций еще в этом роде. Слышали. Что-то слышали. Тогда я что-то напомню, что-то буду говорить новое. Потому что многие уже слышали много раз эту тему. И все равно приходят слушать. Потому что освоить на науку не так-то просто. И это можно повторять всю жизнь, потому что это вещи полезные, необходимые. Пока мы их не реализуем. А вот сколько пройдет времени, ну, это уже от каждого из нас зависит. Насколько мы восприимчивы к практике науки взаимоотношения. Практика самая трудная. Например, я могу сказать, что согласно Бхагавадгити, счастье в жизни основано на мире в душе. Так написано. Без мира в душе вы не достигнете счастья. Платформа в мир. Ну, и все же просто. Ну, и давайте же мир в душе установим сегодня. И все. Видите, как практически это трудно сделать. Сразу куча вопросов. А вообще возможно ли это? Вы такие вообще вещи говорите. Как их применить? Подумайте внимательно еще раз. Может быть, как-то мы стандарт изменим? Мы хотим изменить стандарт. Мы хотим адаптировать все, что нам дано. Сверху мы хотим адаптировать. И так постепенно все утрачиваем. Компромисс за компромиссом. Поэтому в каком-то месте мы должны быть бескомпромиссными. Обычно это место семья. В семье, если вы пойдете на компромисс, вы потеряете поколение детей. Вы испортите их. Вот там компромиссы. У вас же нужно быть очень осторожны. К себе мы привыкли применять компромиссы. Рискуем своей жизнью. Мы имеем право, знаете, закурить. Имею право. Ничего страшного. Выпить имею право. Ничего страшного. Наркотик принять имею право. Это моя жизнь, собственно говоря. Кому какое дело. Я могу так поставить себя в этой жизни. Но что касается семьи, детей, вот этой ответственности, у нас здесь больше разума. Вот это наша боль. Дети и будущие поколения. И здесь компромиссы, эксперименты не подходят. Нужны точные знания. Не так, что мы руки разводим в конце и говорим, а кто же все это знал. Это афоризм моей бабушки неграмотной. Когда она что-то планировала, делала, а когда не получалось, она всегда разводила руками. А кто же знал? Я так эмоционально она всегда говорила. Кто же мог знать все это? Вот так же мы в жизни творим, что хотим потом. А кто же знал? Оказывается, что мы в невежестве жили все это время. И вот теперь мы говорим о науке взаимоотношений, чтобы никакого невежества не было. Хотя бы можем получить точную информацию, правдивую информацию. Почему она правдивая? Потому что если мы последуем этим наставлением, наша жизнь помечается успехом. Вот и все. На практическом основании. И веды достаточно содержат такого материала, чтобы сделать человека успешным и счастливым. Но предупреждают, это нелегко. Вот тут у нас проблема. Нелегко, нелегко. Вот это нелегко, вот сказали. Да-да-да. Вот с этим у меня проблемы. Я согласен с этим, вот то, что тут нелегко, меня не устраивает. А можно, говорит, полегче все это изменить, адаптировать опять же. Поэтому в процессе лекции что-то мы будем адаптировать, а что-то адаптировать не будем. Какие-то вещи нельзя менять просто. Например, есть душа. Нельзя это менять и адаптировать. Нельзя принимать тело за душу, или ум за душу, или разум за душу. Нельзя это подменивать. Если даже мы и не верим в душу, мы должны хотя бы теоретически признать, что сознание существует. И оно отлично от материального тела. Независимо от материального тела. По определению. Сознание – это другой вид энергии. Не материя, это дух. И вот с этого и начинается наука взаимоотношений. Отличить материю дух. Прежде чем мы начнем говорить о мужчине, женщине, о семье, о детях, о старших, о младших, об этих различных формах отношения, сначала нужно утвердить в своей жизни вот это различие материи и дух. Основательно разобраться в этом. Не теоретически, а на самом деле понять, что же это такое душа, кто же я. Поэтому вся наука взаимоотношений начинается с веры. Ведь когда мы говорим о душе, это предмет сначала веры, иначе никак. Это запредельный предмет. Мы не можем сейчас ее потрогать, понюхать, увидеть глазами вот этими непосредственно. Нет. Душу можно увидеть только разумом. Видит разум, не глаза. Это говорят ведические книги. Глаза смотрят. А вот видит разум. Я приведу пример. Мы смотрим на мир. И собака смотрит на мир в городе. Но что она видит? Она видит то же самое, что и магазины, и офисы, и машины, и людей в них. И видит так, что здесь что-то происходит в зале. Она видит то же самое своими глазами. Может, даже еще лучше воспримет обоняние. Но она не сможет осознать всего то, что она видит. Она не сможет понять, что здесь вообще сейчас происходит. Что происходит на улице? Почему это такой город? Откуда он взялся? Зачем все это? Она нет разума. Глаза есть, разума нет. Это творение человека. Но мы живем в творении как бы божественном. Здесь тоже необходимо разное, что понять. Что же это за мир, в котором мы живем? Зачем все это? Почему все так именно? Например, в этом зале мы видим, есть определенный порядок, симметрия, точный расчет. Посмотрите, как все. Вот эти арки, они очень симметричны, они ритмичны. Есть вот люстры. Мы же ясно понимаем, что это не случайно появилось все. Подходит здесь теория случайности к возникновению этого здания? Нет, вы улыбаетесь. Нет, это случайно не могло быть. А почему нет? Ну, вдруг, знаете, большой взрыв называется. Так вот рвануло, что вот и люстра. Ну, редко это бывает, понимаете, но случается иногда. Из многих миллиардов взрывов один может закончиться вот таким результатом. Раз, дом культуры. Но вот эта теория сейчас в науке преобладает, что мир возник случайно. Отсутствие разума. Один ученый посвятил этой проблеме 30 лет своих исследований. Возникновение жизни как случайное сочетание химических веществ. Но в конце он утвердил, и не он один. Сделал вывод. Я скорее поверю, что из груды сыпящегося металлолома через миллион лет случайно соберется и взлетит самолет, чем случайно создаться одна живая клетка, которая по сложности происходит в тысячи раз. Такой город с временой, как Токио. Одна лишь живая клетка. Все очень точно. Каждый атом на своем месте. Причем везде и всюду эту картину. Это можно наблюдать. Не только в живых клетках, во всех других материалах. Каждый атом точно на своем месте. Равновесие полное во Вселенной. Это же тоже такой зараза. И поскольку у нас нет такого разума, чтобы это все увидеть, мы думаем, что это как-то случайно, откуда-то мы не знаем, произошло. Я тоже случайно здесь в зале сижу, случайно слушаю, может быть, случайно чему-то научусь. Или случайно забуду. И случайно я иду. Родился у мамы, случайно я расту, случайно я иду в школу, случайно становлюсь доктором наук. Не так ли? Если все случайно, и не станете случайно доктором наук, зачем вы идете учиться? Вы же столько усилий прилагаете. И тут именно науковое взаимоотношение вы должны признать, ученые люди, вы должны именно войти в круг ученых людей и вот там отношения строить. Если они вас признают, то вы будете доктором наук. Также во всех других сферах нас признают, если мы сможем строить взаимоотношения на этих различных уровнях сознания. Где-то нужно строить отношения на физическом уровне уметь, это тоже культура. Где-то нужно на уровне ума строить отношения, это еще более высокая культура и тонкая культура. А где-то на уровне разума. Но если мы редко пользуемся этим уровнем, то как вообще будем строить отношения с разумом, который не видит, видит только глаза. Мы просто не увидим человека, не распознаем человека. Мы его понюхаем, потрогаем, то мы его подходит, женюсь, послушаем голос немножко его. Через 30 лет разум проснется. Кажется, я сделал не тот выбор, но уже поздно. И как же проверяется этот выбор, правильно или неправильно на науке отношений? Суровая действительность. Критерий только один, говорит Суэш и Панишат. Неверный путь приводит к страданиям, а верный к счастью. Вот придется же рисковать целой жизнью, смотрите. Вот чтобы таких экспериментов не делать, мы хотим заранее все это узнать. Понять, что же, с чего же начинается науков взаимоотношений. И первое это вера. Вы скажете, ну, знакомое слово. Ну, может быть, все во что-то верят, поэтому мы должны быть знакомы. Но не совсем, я думаю, то, как сейчас в этом контексте мы подумали. Возможно, мы сейчас подумали, как что-то религиозное, вера в религию, или вера в деньги, или вера еще во что-то, материальное благополучие. Нет, нет, нет. Это не то. Вера – это синоним счастья. Если вы имеете веру, признак ее – энтузиазм и счастье. Вот это уже вера. До этого еще мы не считаем, что это вера. Это может быть расчет какой-то. Почему здесь вера? Это расчет. Это тоже основано, конечно, на вере. Даже то, что я хожу по сцене, тоже основано на вере, что я верю, что не провалится в одной сцене, я спокойно уйти хожу. И вы спокойно сидите на стульях, знаете, вы абсолютно уверены, что стул тоже не проломится под вами. А если я скажу, что вот несколько здесь стульев подпилены, и они в процессе лекции должны свалиться, я не знаю, какие точно, сами же там думаете, хорошо, беспокойство будет у меня. Мы не сможем долго слушать лекцию вот так внимательно. То есть на вере основано каждое наше движение. Это понятно, понятно, понятно. Но вера во что-то возвышенное, вот о чем речь идет – счастье. Вот это уже свойственное человеку. Верить во что-то возвышенное, спринляднее вверх, вера называется. Вы же верите, что все будет лучше в будущем. Стоит только немножко подождать и будет лучше, правда же? Хотя все хуже, но просто надо еще подождать. Где-то еще хуже, ну так давайте еще подождем, потерпим. Может быть, будет лучше. Но на всякий случай готовимся к худшему. Видите, какая у нас нестабильная вера. Поэтому мы не очень счастливы. Что в этой вере есть сомнения. Это не настоящая вера. Она основана на двойственности. Так же, как сейчас молодые люди идут в ЗАГС, торжественная музыка, поздравительные речи, кольца на пальцы, чтобы их веру как бы возвысить. И они так счастливы выглядят, что сейчас это важно в их жизни, наконец-то не женятся. Это желанный брак, скажем. Но удивительно, они одновременно и сомневаются. Вы не замечали этого? Потому что в том же ЗАГСе можно и развод оформить. Вот они так и думают, ну не получится, потом оформим развод. Вот так они брак устраивают. Вот с такими мыслями. Но если мы говорим о культуре человеческой, духовной, таких мыслей даже не возникало в уме человека. Вот оно, счастье безоблачное какое. Видите? Это определенное состояние ума называется верой. Это только первая ступень к взаимоотношениям. Поэтому, говорю, трудно нам такую непоколебимую веру иметь. Но давайте рассмотрим, что же дальше происходит. Вера означает, если мы во что-то верим, то мы не верим в что-то другое, например. Вот это недостаток веры. Кто-то скажет, я верю в науку. В религию не верю. Видите? Всегда вот таким образом ставится вопрос. Друг скажет, нет, 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 я верю в Бога. А в науку материальную не верю. А как говорят древние веды, нужно то и другое одновременно. Религия без науки сентименты или фанатизм. А наука без религии сухие умственные спекуляции. Вот нужно соединить то и другое. Вот это уже настоящая вещь. То есть, эта вера как бы начальная, двойственная. Я верю, что вот этот человек, за которого замуж собралась, принесет мне счастье и выхожу замуж. И я сияю, потому что я верю в это. Вот это называется вера. Почему они такие улыбающиеся, сияющие, их поздравляют, они вдохновленные. Это вера, состояние веры. Но я верю именно в этого человека, а в другого я не верю. Тому я уже отказала, потому что не верю. А вот в это верю, что даст мне вот счастье этот человек. Это, видите, просто вера. Но она еще несовершенная. Просто, скажем, такая человеческая вера, обычная. Например, в мире религий такая вера, обычная, человеческая, она полна конфликтов и противоречий. Если я верю в христианство, то меня не интересует ислам. Если я верю еще во что-то, я отвергаю ссорию с другими религиями. Ради любви к своей нации я могу враждовать с другой нацией. Ради любви к своей семье я могу обманывать другие семьи. Это вера, как бы, ну, человеческая, ограниченная вера, еще не наполненная знанием. А с нее только-только начинается все. Во что-то верить я должен. Но эта вера приводит к следующему шагу общения. Согласны? Если мы верим в какую-то доктрину, мы общаемся с теми людьми, которые также разделяют эту веру. Естественно. чтобы укрепить наше понимание, углубить наше знание, нужно общение. То есть вера толкает нас к общению и к знанию, к получению знаний. И вот поэтому и вопрос. Если кто-то верит в деньги, какие знания он получает? Или в чувственное наслаждение, в развлечение, какие он знания получает? Веды говорят, никаких. Процесс не работает вообще, не идет. На этом все и заканчивается. Он верит в чувство наслаждения, возлияние чувств, удовлетворение развлечения, выпивки, встречи, работы, отдых, отдых, радиоотдых, аль человек работает. Но к какому знанию он приходит? Никакому. Знание его разрушается таким образом. Это называется не вера, вера шратха, ашратха. То есть прямо противоположная вере. Шратха, ашратха. И вместо знания он получает невежество. Этот процесс работает прямо в обратную сторону. Если я свою жизнь посвящаю именно чувственным наслаждениям, я лишаюсь знаний. Духовных знаний о себе. И я забываю науку взаимоотношений. Я объясню. Это наука. В ГИТе говорится об этом. Что просто созерцая объекты чувств, просто созерцая ничего, ничего не нужно делать, ничего нужно учиться. Ну, например, вы уже ученый человек. Но просто созерцая объекты чувств, возникает непривязанность. Вот вы ученый человек, образованный, хорошо. Ну, вы увидели красивую женщину, чужую жену, и возникла привязанность. У вас тоже есть жена. У вас возникла привязанность. Где же ваша ученость? Вы что, потеряли знания? Или этикет не изучали? Ага, так говорит в Советах. Созерцая объекты чувств, разовьете привязанность. Не созерцаете слишком много и долго. Умейте контролировать чувства и разум. Не вмешивайтесь в чужие отношения. Этикет соблюдайте. Не беспокойте чужие семьи. Дайте им возможность развиваться до состояния счастья. Мы объясним эту новую позже в процессе. И когда возникает привязанность, она переходит далее в вожделение. С привязанностью еще можно как-то бороться. Ну, есть привязанность, но я женат, она замужем. Ну, как-то можно еще терпеть все это. Но когда вожделение, люди говорят невозможно. А это невозможно. Семья разрушается. Из привязанности возникает вожделение. Хорошо, так случилось. А какой же результат дальше? Из вожделения, которое никогда не удовлетворяется, никогда, и полыхает как огонь, возникает раздражение и гнев. Вот она причина раздражения и гнева, неудовлетворенности. Удовлетворенное вожделение, никогда невозможно удовлетворить. Как? Огонь. Вы не сможете огонь удовлетворить, подкладывая туда дрова. Он еще больше разгорается. Еще больше дров потребуется. Жил старик со своей старухой в самой синем море. Началось все с разбитого корыта. Это ведическая история. Это знание ведическое передается образами, как бы, притчами. Философски, по-разному, с разных точек зрения. Но суть та же самая. А из гнева, гнев покрывает память живого существа. Почему мы забыли? Различие материи и духа. Ведь я же есть душа. Как же я мог забыть такие вещи? И все остальные тоже души. Как же научился видеть только тела? И различать живое существо только по телам? Это называется знание в гуне страсти. Когда проникает вожделение, я начинаю видеть живое существо как форму и вид жизни биологической. Биологическая платформа существования. На которой мир невозможен. Пока мы не объединим души, сознание, мир невозможен. Семья – это священный союз. Духовный союз, говорит Савидах. Тогда возможен мир и строить отношения. Поэтому не так, что мы сейчас с вами запишем какие-то советы, как манипулировать и управлять мужем или женой в семье, и наладим для себя какие-то отношения. Для себя какие-то отношения. Нет, нужна жертва. Для себя ничего делать нельзя. Для себя же человек не должен вообще, говорит Савидах. Его готовят жить ради других. Служение Богу. Вот это великая жизнь. Вот это отношения. Вот это уровень. Вот это сила. А что жить для себя? Ну тогда и животные живут для себя. В чем разница? Чем мы тогда отличаемся? От них. И вот у нас есть вот эта особая миссия. Особое предназначение. Путь трудный, но великий. И там настоящее счастье можно ощутить. Многие взаимоотношения подлинные. Присутствие такого счастья духовного, собственно говоря, нам не трудно будет жить. Даже не скажете, что жизнь трудна. Вы не заметите этого. Она будет труднее, чем у всех обычных людей. Но вы так никогда не скажете. Просто этого не заметите, потому что будете наполнены особой силой внутренней. Общение. Общение со святыми. Заметили? Это то, кого мы избегаем всеми силами. Ну в культуре. Я не говорю про вас вот конкретно. Я думаю, что вы не избегаете. По вашим лицам видно, что вы интересуетесь. И вы смелее в этом плане. Решительнее в этом плане. Иначе вот здесь в зале бы вас не было. То есть если мы такие темы поднимаем. Но вообще вот в культуре материально люди избегают. Так подальше держатся, как мы были однажды. В Тиховине под Петербургом есть такой город. Он уникальный. Это исторический город. Там Кремль деревянный. И там исторические памятники архитектуры. Храмы православные церкви. Потрясающая красота. И не пожалеетесь. Просто съедите, посмотрите. Там монастырь. Вот мы зашли вовнутрь. Я такого не видел. Архитектурного чуда на самом деле. Как все потрясающе. Как органично. Как это все связано. Как духовно. И так же много туристов, много людей. Они там все фотографируются на фоне этих вот Кремлей. Вот этих вот всех вещей. Там ряд священников проходят. Тоже в кадры попадают. Но никто не общался со священниками. Ни один человек. Не разговаривал с ним. Просто пришли сфотографироваться и уехать. Это все. Все общение со святыми достаточно. Когда некоторые люди узнают, что я занимаюсь духовной практикой, как бы так, ну, человек духовный, как бы, мне сразу начинают давать наставления. Первое, что люди делают, начинают давать мне наставления. Что хорошо, что плохо, что не думают. Никогда вопросов не задают. Только некоторые люди, которые уже занимаются целенаправленною духовной практикой, они спрашивают, потому что я имею опыт какой-то, могу что-то посоветовать. Люди, которые никогда не занимались духовной практикой, никогда вопросов не задают. Они просто дают наставления какие-то. Или другой момент. Как только люди что-то услышат о Боге убедительное, первое, что они начинают делать, жалуются на Него. Вот раньше не верил и не трогал вообще этого. А тут чуть-чуть вера появилась, и сразу жалоба. Ах, так он есть все-таки. Ну, вот так если он есть, он на всем виноват. Смотрите, что происходит тут. То и дети умирают, и войны тут. Куда Бог смотрит вообще? Он друг или враг живых существ? Вот видите? Видите, какая у нас взаимоотношение с Богом? Нам лучше отказаться, забыть его в таком настроении. Атеисты пришли к Богу. Анекдоты. Группа атеистов пришла к Богу. И там наверху их секретарь встретил. Вы куда? К кому? Дорогие атеисты. Ну, мы к Богу. Есть разговор по душам. Так что доложите, что пришли атеисты поговорить с Богом. Хорошо, доложу. Он сказал, дорогой Господь, там атеисты к тебе пришли поговорить. Что сказать? Скажи, что меня нет. Нам приходило это в голову, что он с нами тоже не хочет общаться, может быть. Как один человек молится, знаете, уже у него шишка на голове молится. Плачет. Все спрашивает. Ну, за что такие страдания? Ну, почему? Ну, почему? Ну, за что? Ну, почему? Всю ночь. И вдруг голос с неба слышит. Ну, не нравишься ты мне. То есть на уровне этой веры можно себе хоть лоб разбить, понимаете? Но дальше все будет зависеть от общения вот с этой категорией людей, у которых в сердце вера глубже, которые именно хотят разобраться в этой науке, духовной науке. И на третьем уровне, как следствие, у человека появляется практика. Практика. Если мы верно общаемся с людьми, которые имеют качество святости, образ жизни такой ведут, это образ жизни, мы как бы перенимаем их образ жизни, практику. Вот они нам дают эту силу, уверенность. Встречали миротворца когда-нибудь? Вам давалось? Верно же? Что вы чувствовали? Вы сразу чувствовали силу делать то же самое. А когда встречали агрессивного человека, некультурного человека, у вас вера расшатывалась. Как можно быть добрым вообще? Как можно быть смиренным в жизни? Вот говорят, духовные качества. А вот как вот с такими людьми столкнешься? Как-то в Москве, вот не так давно, пришел тележурналист из общества вегетарианцев. У них там свои телеканалы есть, передача какая-то по вегетарианству. Большое общество. И поскольку я тоже вегетарианец, уже 30 с лишним лет, он решил вот взять у меня интервью. И он сам вегетарианец, и у него был вопрос, собственно, его вопрос. Но он сказал мне, что люди часто об этом спрашивают, что я не могу дать ответ, что касается вегетарианства. Люди говорят так. Мы признаем, что у вегетарианца добрый, мягкий характер. Он меняется в качествах. Агрессия уходит. Да, это так. Так вот вопрос. А вы сможете выжить в этом вот мире, будучи вегетарианцем? Беззубые вегетарианцы. Вы же никого мухи не обидите потом, а? А люди-то какие вокруг они живут? Они вас эксплуатировать начнут, не так ли? С волками жить, поволчевыть? Вот сомнение в этом сказали многие москвичи. Стоит ли становиться вегетарианцем? Смогу ли вообще выжить потом в этом мире агрессии? Постоять за себя, за других, скажем, за близких? Такой был вопрос. Но в природе, посмотрите, как интересно все устроено. Человек в гуне невежества, его защищают те, кто сильнее его, разумнее. Как они его защищают? Заставляют работать на себя. И так же потом защищают. Платят деньги и говорят, это мой рабочий, не трогай его. Он мне нужен. Людям невежества попадают под невольность. Но под защиту попадают. Люди в гуне страсти. Их защищают деньги, престиж и сильные миры сего, связи социальные. Вот они и сами это все должны заработать. Значит, в невежестве они ищут хозяина. В страсти они хотят связи, покровительства, сильных миры сего, богатства, власти. Это их защищает. А в благости их защищают законы природы. Верховная лично защищает их и законы природы. Высшие силы. Скажите, а какие такие примеры? Вот пример. Корова. Как она живет вообще? Она же вегетарианка, она же не платоядная. Она выживет вообще среди тигров или волков? Нет. А до сих пор корова существует, смотрите. Почему? Под защитой человека. Да, высших сил. То есть эти высшие силы существуют. Их нужно распознавать. Наука взаимоотношения не означает, что разум помогает нам увидеть эти высшие силы, вступить с ними во взаимоотношения. Если я не вижу вашего интеллекта, я никогда с интеллектом, с вашим взаимоотношениям не смогу вступить. Если я не вижу ваши хорошие качества, я не смогу. Мне нужно увидеть это все, проявить. Тогда я смогу вступить в эти отношения. Если я не вижу никогда души, не видел ее, не знал, я никогда не смогу вступить в такие взаимоотношения. Итак, практика означает, человек практикует искренне, с верой, подтверждается опытом, и теперь его практика. В процессе практики наступает интересный момент. Вы как бы начинаете видеть себя изнутри, впервые в жизни. Как это говорит Христос в Евангелии. Ведь в своем глазу бревна не увидать. А в чужом и соломинку легко увидеть. Так вот, практика, духовная практика помогает нам увидеть свои недостатки прежде всего. И вы увидите, что такой человек сильно меняется внутренне. Он больше не критикует, не вступает в конфликты, потому что он видит, что вот тут проблема, вот тут много работы. Он очень занят этим. Иногда его обвиняют за то, что он отстраняется от жизни таким образом, как бы выглядит на какое-то время. Ну, как, например, Будда отстранился от жизни, пока медитировал, разобрался в себе. Но, разобравшись в себе, основал целое учение и движение после. А сначала, чтобы разобраться, как бы отстранился. Поэтому, если мы имеем в виду духовная практика, вам сначала придется несколько отстраниться от обычного течения дел, чтобы разобраться с собой. Это время нам необходимо, потому что многие из нас далеко уже ушли не в ту сторону. Результат будет плохой. Мы будем несчастны, наши дети будут несчастны и так далее. То есть мы можем ничего хорошего не сделать, все обесценится. Посмотрите на старое поколение. Все, что не сделали, обесценилось в коммунистические времена. Все. Вот вам пример. Это происходит практически с каждым поколением, под разным предлогом. Но принцип не меняется, потому что наука взаимоотношений утрачена. Мы сейчас делаем то, что модно, а не то, что важно для нас. А мода меняется, видите. И можем посвятить всю свою жизнь какой-то моде, какому-то изму, но так и не постичь, что такое любовь, что такое жизнь. И как общаться на этом уровне, как с жизнью общаться, что такое любовь. Можем так и не распознать. И так практика помогает увидеть свое сердце. Поэтому на четвертом уровне очищение. Очищение сердца. Вот тут, смотрите, вера – это счастье. Общение – еще больше счастья. Практика – это потрясающее открытие каждый день внутренний. И когда очищение, счастье становится вашей природой. Когда сердце, чисто примерно на 75%, еще не на 100%, счастье становится вашей естественной природой, обычным состоянием. То есть вам хорошо внутри всегда. Вы уже не так чувствительны к жаре и холоду, к друзьям и врагам, к потерям, приобретениям. Уже не так чувствительны. Вы уже защищены. Вы уже сильнее становитесь. Как, например, земноводные. Они замерзнут зимой, а летом снова оттают, вернутся к жизни. Они зависят от внешней температуры. Их называют хладнокровные живые существа. А теплокровные не зависят. Зимой у нас 36,6, а летом тоже 36,6. Вот на уровне очищения у вас будет 36,6. Своя температура внутри, свой комфорт. Поэтому при тех же обстоятельствах вы будете выглядеть счастливыми. Уравновешенным человеком. И даже сильные потрясения в жизни не сойдут вас с толку. Сильные потрясения обычно – это потеря близкого родственника. Что неизбежно в этом мире когда-нибудь. Либо мы уходим от кого-то, либо кто-то на нас уходит. В этом мире мы привязываемся, мы любим кого-то, мы дорожим отношениями, но они временные. И это потрясение. Это мощное потрясение. Пока это с нами, можно даже не замечать этой привязанности. Но в какой-то момент человек может не выжить. Просто не выжить. Я помню этот свой опыт, первый опыт в чем. Мой друг сгорел в пожаре. Я работал в пожарной охране. Мы дружили с одним человеком. Одногодки мы были. И случилось так, по воле судьбы, что в это время я был на больничном. Во время того пожара. Сложно очень. И меня там не было. Я также по воле судьбы шел в поликлинику той дорогой, где был пожар. И увидел свою команду. Помахал рукой, так улыбнулся. Я не знал, что там люди горят наши. И пошел в поликлинику. Вот так случилось. И когда я пришел, двоих в строю не было. Я говорю, а где они? А мне сказали, сгорели. Я ха-ха-ха, какая шутка. Оказалось натурально. Ну да, это можно было как-то пережить, потому что мы друзья. Ну конечно, это больно. Все были потрясены. Утрата. Все пережили глубоко. Прямо туда, в часть. Гроб с покойником привезли. Мы все пришли со скорбным видом, как обычно. Печаленный. Трагедия. Потеряли молодого бойца. Ну двух. Другой выжил. Выжил другой, да. И мы просто перемолчали и смотрели на все это. Но минутами позже дверь открылась там, входа, и мы услышали такой голос матери. У нас кровь в жилах застыла. Какая боль. Ужас. Мы не могли пережить такое. Хотя мы тоже переживали. Но посмотрите, что с ней творилось. Она сама чуть не умерла. Я такого звука не забуду просто никогда в жизни. Какая боль. Какие страдания. Она ложилась прямо в могилу. Рядом с ним. Говорит, я тут останусь. Все. Меня закопайте вместе с ней. Я жить не буду. Поэтому в Гитии говорится, для души рождение, старость, болезнь, смерть это великое зло переживать. И духовное знание помогает им справляться. Это много взаимоотношений. Знаете, иногда если это рушатся наши отношения, я вообще не знаю, как жить. Я могу бомжем стать вообще. Жизнь мне будет размазать, разбить просто. Поэтому нужна духовная сила. Ведические знания готовят нас к жизни настоящим, реальным образом, чтобы мы могли преодолевать любые трудности вместе. И чтобы мы не ограничились какой-то одной привязанностью в жизни, чтобы мы жили в большой семье Бога, говорится. А это возможно с чистым сердцем. Когда мы счастливы вместе, мы чувствуем, что мы одна семья. Не так, что счастливы только с этим человеком. Это для начала хорошо. Для детей это нормальный шаг. В цивилизованный мир. Уже я могу кого-то любить. Замечательная способность, да. Но если этим ограничивать всю жизнь, меня ждет потрясение большое утрата. Не обязательно смерть, развод. Вас не доведить можно друг друга. И куда же любовь девается? Об этом тоже нужно поговорить. Куда же надевается эта любовь? Ведь она же была. Каждый знает. И где она? Любовь не умирает. Она уходит в другое место. Есть атмосфера, в которой любовь живет. Есть атмосфера, в которой любовь никогда не остается. Вот наша задача с вами создать эту атмосферу. Вот и все. И она придет сама. Мы не можем управлять этой стихией. Создадим условия, она придет. Не создадим условия, она не придет. Можно так всю жизнь прождать. Но пока мы не создадим для нее условия, она не проявит себя. Она не терпит критики, оскорблений, любовь. А мы же все критикуем друг друга. Что только не смотрим. Кругом критика, критика, и в средствах массно-нормации, в газетах критика, критика, критика. Где место для любви? Любовь не терпит критики. А как же не критиковать, если я вижу недостатки? Да, ты видишь недостатки телесные, биологические. Именно эту платформу ты и видишь. Но есть еще и душа, и ты ее забыл. Вот есть муха, а есть пчела. Муха, куда бы ни полетела, увидит грязь. И вся такая грязная, с помойки, с помойки, с помойки, на помойку. Он садится на вас, вы ее гоните сразу, уходи отсюда. От тебя еще заразиться можно. И пчела тоже летает повсюду. Но здесь вид цветы и нектар. Смотрите, видение другое. Вот это духовное видение, видение пчелы. И биологическое видение, видение мухи, говорится. Мы видим недостатки. Что мы видим? Биологическую основу. Которую куча недостатков. Если говорить о нашей биологической основе, нашей материальной природе, куча несовершенств. Это факт. Мы, конечно, пытаемся сказать, скрывать, создавать впечатление, какое-то лучшее себе. Это невозможно. Это ненадолго. В личной жизни это очень быстро проявляется, что мы с вами не совершены. Но душа совершена. Вот, вот, вот. Вот что нужно увидеть, и вот с чем нужно начать общаться. И первое, что нужно, осознать самого себя таким образом. И вот это чистое сердце, это первый шаг уже осознания. Когда вы чувствуете внутри, бьет ключ счастья. Вот она душа, вот он я, вот моя суть. Душе не свойственна скорбь. Душе не свойственна сила преодолевать дурные вещи в себе. Если сердце чистое, вот 75%, никто же у вас не заметит недостатков. Хотя они и есть. Знаете почему? На Луне много пятен, верно же, темных. Видели? Вся пятнистая. Но они не препятствуют лунному свету. От вас идет такой лунный свет, что люди не замечают ваших недостатков. Как будто их и нет. А вы их и контролируете, вы не проявляете. Вы никогда не действуете на платформе жадности или зависти. Если даже видите в себе, никогда это не делаете. Вы способны контролировать свои поступки, речи и мысли. Хотя в сердце осознаете, что работы много, но внешне уже вы чисты. Такой человек признается чистым на четвертом уровне. Вот он уже может строить отношения. Он уже является неким экспертом. Но на самом деле, после этого, когда сердце очищено, вот здесь наступает настоящая вера. вера без знания слепа, фанатична, как мы сказали. Это лишь начало. Она несовершенна. Но эта вера подкреплена опытом практически. Она подкреплена знаниями, наукой. Когда вера и знания совмещаются вместе, это неопровержимый аргумент. Если недостаточно знаний, вера колеблется. Та же моя бабушка, когда ее спросила, ты веришь в Бога? Она говорит, ну а раньше все верили? Я очень удивился. Все? Потому что, когда я родился и пошел в школу, никто не верил никогда. Никто. Но все общество было атеистическим. Бабушка мне говорит, а раньше все верили? Шок у меня был какой-то. Я говорю, и что же потом? Как все изменилось? Объясни мне, как это могло вообще так измениться? Я, говорит, не знаю как. Она неграмотная была. История не изучала. Просто, говорит, какие-то люди к нам пришли и сказали, это все провокация. Бога нет, снимайте иконы. Ну мы и сняли. Раз провокация, мы сняли. То есть знаний нет. Вера-то была, а знаний не было. Они не могли это отстоять и доказать. Или опровергнуть что-то. Они не были учеными. Они были в темноте люди. Слепая вера была. Но если вы имеете твердую веру, невозможно снять иконы или веру. Как вы сможете это изменить? Это твердое, в глубине сердца. Как в годы гражданская войны один комиссар добился больших успехов в уничтожении икон. Он так разрушал веру людей, чтобы люди становились коммунистами, атеистами, то есть материалистами. Он приезжал в деревню, звонил в колокола, все иконы предварительно выносил на площадь из церкви, призывал весь народ на площадь, на сходку. И люди выходили и спрашивали, что ты тут звонишь, что нужно, говори, что ты хочешь. И там висит Анастас. Ого, все крестятся. Святыня с малых лет приучали бояться люди. Вот этот страх, он их разрушал. Брал колун, эти иконы все бил в щепки. Вот так вот, вот так вот. Посмотрите, что? Ну что, где ваш Бог? Молния мне в голову не попала, земля подо мной не разверзлась. Я это делаю по всем деревням, смотрите, жив-здоров. Во что вы верите? В какие-то деревяшки? Прекратите эту слепую веру вообще. Станьте коммунистами. Человек все своим трудом должен заработать. Своим собственным разумом все понять. А зачем вы? Это опиум для народа. Но в этом было много и правды для того времени, что религия была отсталая уже. Часть эксплуатации как бы общества стала. Но это тоже были основания. Но один человек не поколебался. И он сказал, а какого тебе наказания еще нужно, сынок? Молнию в голову? Нет. Бог у тебя разум отнял? Что же ты творишь-то? Вот оно твое наказание. Его не поколебало это ведь. Потому что у него был опыт. Опыт духовной жизни. И у многих людей, которые практикуют, есть опыт. Но если они не изучают эту науку, даже в этом случае, они слабые. В смысле влияния. Но они немогущественны в плане взаимоотношений. Их боятся люди. Они фанатично верят, но объяснить не могут. Вот слепая, опять же, глупая, антинаучная вера. Как мне одна женщина рассказывала, прежде чем прийти к ведам, она была атеисткой, а бабушка у нее была верующая, глубоко верующая. Вот она ее молитвам учила, молитвам учила с детства. А потом, когда я в школу пошла, мне там сказали, Бога нет. И я пришла, и сказала бабке об этом. Бабушка, вот ты меня учишь всякой ерунде вообще. И сама ерундой занимаешься. Бога никакого нет. Только что в школе прекрасно все это объяснили. И в космос летали, Бога нет. И в земле шахты рыли, ад не нашли. Ложь все это. Гагарин прилетел, вы спросили, Бог есть? Нет. Я был на орбите, какой там Бог? Никакого Бога нет. Все, доказано. Вот вы смеетесь, миллионы людей приняли как научный аргумент против Бога. Миллионы людей. И вот она говорит, я помню бабушкино лицо после этого. Она не могла меня опровергать, знаний у нее не было, грамоты на науке не изучала. Но опыт был. И она говорит, лицо исказилось таким гневом, такой злобой против меня. Она сжала кулаки, сказала, убью. Я говорит, с тех пор больше никогда с ней этой темы не разговаривал, держалась подальше этих тем. Но я, говорит, помню этот взгляд всю жизнь. И он мне, говорит, снова привел все-таки вот к вере, но уже научной. Мы с вами именно такие люди. Слепо верить мы не собираемся. Мы уже воспитаны по-другому. Нам нужны основания. Поэтому обращаемся к ведам. Думайте, зачем бы они нужны были еще веды? Именно там есть основания. Теологические, философские, нравственные, какие угодно. Экономические, какие угодно. Все уже доказано, что источник всему сознания в человеке, в нашем обществе. И нужно изучать сознание, чтобы строить отношения, а не наши, как бы, биологические характеристики или тонкие умственные характеристики. Итак, вера. Это настолько твердая вера, настолько глубокое состояние сознания внутри, что вы обретаете могущество. просто говоря, можете менять все вокруг. Иисус говорил так, на этом уровне. Если вы скажете, гори, иди сюда, она подойдет. Это твердая научная вера, духовная вера. Вот это связь науки и религии. Вот она здесь. Вера продвигает знания, знания укрепляют веру. Они вместе. Так. Две ноги. Вы скажете, а чего это я все вот эту религиозную тему поднимаю? Теперь послушайте, как это связано с нашей личной жизнью. Вот как вы к Богу относитесь, вы так же относитесь к людям ко всем. Откуда это все отчуждение идет, скажите? Друг от друга. Мы же отчуждены. Это же культура отчуждения. Даже мужчины и женщины стали отчуждаться и в однополые браки куда-то метят. Это все отчуждение. Потому что человек так же отчуждается от Бога. Чем дальше отчуждается от Бога, так же отчуждается от человека. Это очень связано. Послушайте, как работают законы кармы. Сначала была установка. Животных можно есть, потому что у них нет души. Некоторые священники так говорили. Там нет души. Душа только у человека. То есть метафизический поиск истины только дан человеку. Животных это нет, значит там нет души. Их можно убивать и есть их плоть. Скажите, пожалуйста, кто метафизик? Какой человек? Который видит душу в животном или который не видит душу в живых существах? Так кто же это заявил, такое утверждение? Тот, кто не видел души в животном, он не метафизик, он не духовный человек. Его сознание телесное. А потом, когда стали убивать животных на бойнях миллионами и производиться мясо-молочные продукты, так сказать, эта реакция переключилась и на человека. У животных нет души, у человека тоже нет души. Это следующая реакция. Вот что происходит. Теперь мы можем одуходрить все заново. Весь мир можно одуходрить. Можно жить в духовном мире, если ему становятся отношения прежде всего с Богом. А потом уже семья. Семья, она должна быть освящена под Богом. Рождение человека, которое освящено под Богом. Все связано с этим источником. Это высший дух, высшая нравственность. Ну, на самом деле, многие из нас согласятся, что это нужно как концепция цивилизованного общества, источник нравственности, честности, справедливости, но неправильно вы думаете, если так думаете. Это означает, что Бог это продукт идеи человека. Многие даже современные священники так думают, что Бога как личности должно быть и нет. Это скорее эгрегор, который создал сам человек, который необходим для того, чтобы жить как-то в мире. Сам человек сотворил этот образ. Отсюда эта религия и произошла. Человеческое творение это. Многие современные так люди считают священники. Но веды говорят, нет, сорва, корана, корана, он источник и причина всех причин. Он независим, вы не можете его сотворить. Он творец, не человек. Человек вторичный творец, то, что он тут делает. И он несовершенный. Он несовершенный заказчик. Исполняет желание он, а заказывает человек. И поскольку мы несовершенные заказчики, мы видим вот такой результат. Вот интересный какой момент. Без его воли травинка не шелохнется, поэтому скажем, ну тогда он все творит. Нет, мы творим, мы заказываем, мы наставим, он санкционирует и позволяет, дозволяет, наказывает за какие-то карма. Сами отвечаем. Но он остается всегда в стороне от этого творения. Это не его творение. Знаете, что он говорит в Благоводите? Он говорит, оставь все это, иди ко мне. Ничего не бойся, я тебя лично защищу. Этот мир юдоль страданий. А Брама от планеты Брама, до низшей планеты, это юдоль смерти и страданий. Это его отношение к этому миру. То есть этот мир сотворен исключительно человеком сугубо. Так говорят в священной книге. Мы творим этот мир. Даже как солнце. Оно дает энергию, но творит этот мир человек, живые существа. Само солнце не творит здесь ничего. И ответственность за наши поступки не несет. Но благодаря солнцу все происходит. И благодаря солнцу можно видеть черное, белое, хорошее, плохое, различать. Благодаря этой энергии. Но само оно в стороне, оно нейтрально, тем не менее. Мы просто пользуемся этой энергией. Вот это называется материальное существование. Пользователи. Мы пользуемся Богом, пользуемся Солнцем, мы пользуемся друг другом в итоге. Муж пользуется женой, жена пользуется мужем. Как бы они пытаются эксплуатировать друг друга для чувственного наслаждения. Это называется я тебя люблю и я тебя тоже люблю. Ты удовлетворяешь мои чувства, а я удовлетворяю твои чувства. Но когда чувства не удовлетворены, мы расходимся. Вот она любовь какая, пользовательская любовь. А веды говорят обратное, учись отдавать. Бескорыстно любовь и свободно. Она совсем другая. Там нет никакой тени корысти, этой материальной скверны эгоизма. И вот отношение мужчины и женщины главным образом именно на этом построено. Очиститься от природного эгоизма. Например, женщина очищается от эгоизма просто потому, что она мать, и вынуждена так много служения святого совершить по отношению к ребенку. Это же святое служение, бескорыстное. Она своей жизнью жертвует. Всю жизнь, каждый божий день это делает. Вот это очищает. А кто скажет, ну, знаете, какие-то законы природы суровые, несправедливые, в муках рожать, потом еще воспитывай, потом переживай. Да ну их всех. Аборт сделал, да и все. Пошел гулять дальше. Нередко. Нередко умонастроение, смотрите. То есть люди не понимают предназначения брака, предназначения этих отношений. Ведь мы любим для того, чтобы глубже любить, а не наоборот, не остыть, не разочароваться. А что значит глубже любить? Улучшить себя, свое сердце, очистить сердце. А вот это трудно. Согласиться со своими недостатками, пороками, еще их исправлять. Что, я должен еще извиниться, а? Нет. Она должна первой извиниться. Он должен первой извиниться. Я на уступки не пойду. Я тоже развод. Это просто правильный эгоизм. Нигде вы не видите в ведах развод. Слово такого не существует. Брак остается по жизни. Если даже вы развелись формально, в уме отношения сохраняются всю жизнь. Тонкое тело одно мужа и жены. С кем он вступает в сексуальные отношения, тонкое тело объединяется на всю жизнь. Это называется самскара. вы ее не выколотите никаким молотком, никаким зубилом оттуда. Вот так. Вера. И вот эта вера, твердая вера, когда человек действует на уровне твердой веры, он строит отношения именно счастливые. Знает, как это делать. Вот здесь вкус жизни. На этом уровне вас не интересует чувственное наслаждение вообще. Вы просто их принимаете для здорового образа жизни. Но это не в ваших интересах, не в сфере ваших интересов и веры. Тело само знает, что есть, сколько спать, вы даже не думаете об этом. Вы знаете, как одеваться, вы знаете, как принимать пищу, вы знаете, как общаться с людьми. Почему? Потому что, вы знаете, как жить в мире. Потому что такой человек, который обрел твердую веру вкус, он миротворец. Он знает, как отношения поддерживать в четырех направлениях. Первое. Он любит Бога. Вот мой вопрос. Где он его любит, в каком месте? Верно, вы говорите, вот тут, вы же знаете. Вот здесь. Вот это счастье, это счастье взаимоотношений внутри сердца с Богом. Вот оно счастье. Это первое. Он любит Бога. У него есть счастье. Второе. Он видит, помогает невинным. Невинные люди. Он сострадает и помогает им. Кто такие невинные люди? Те, те, которые страдают в невежести, потому что они хорошие люди, но просто живут по привычке, как их воспитали, подражая другим людям в этой культуре. Подражая этой культуре. Я вам скажу одну вещь. Эта культура искусственно вся, западная. Если я проникся к истории, сейчас вы увидите, что я прав. Откуда пошла эта культура? Изначально. Западная культура. Откуда источник ее? Историки есть? Нет историков? Хорошо. Проверите потом исторические правды. То, что я скажу в исторических источниках. Римская культура. Чем она отличалась от других культур? Кто знает? То есть, мир был раздроблен на различные кланы, общества, не знаю. И что же сделал Рим? Что он такое утвердил? Да, это было начало новой цивилизации, материалистической. Рим утвердил идею империи впервые. Ага. А знаете, что это такое? Империя? А значит, один император, который управляет всем миром. И тогда, они считали, наступит мир во всем мире. Люди больше не будут делить и сражаться за земли. Один будет хозяин всего. И так мы приведем весь мир к счастью. То есть, собственно говоря, они ставят человека на место Бога. Вот она, культура пошла. Римская культура. Римская империя. Мы знаем, что она вся деградировала. Сгнила еще тогда при Риме. Эти гладиторские бои, эти сожжения на кострах прямо во время спектакля, эти обжорства и рвота на перах бесконечная. эти всякие извращения сексуальные. Это был Рим с имперским сознанием. Вот какая вещь была. Это впервые было в истории мира. Имперское сознание проникло в человека. И в конце концов началась эпоха возрождения, это называлось. Человек встал на место Бога. Микеланджело изобразил Давида, знаете, какого? Это не Давид, это Голиаф, которого он убил. Давид был юношей хрупкой в то время. Играл на лютне и пел псалмы. Очень духовный был такой юноша, знаете, который убил этого Голиафа, потому что по воле Бога это произошло. И в Библии это описывается, но как изображает его Микеланджело? Это стал символом эпохи возрождения. Давид гигант из мрамора, гордый пород головы, знаете, глаза горящие, снимает прощу, мускулистое тело, это супермен. Фашисты тоже самое делали, только еще круче. Целый стадион этой скульптуры было. Гори! Опять тоже здесь имперская идея, смотрите. Я главный, я Бог. И хотя Рим сгнил, эта идея настолько, настолько внедрила в сознание людей стать Богом, императором, она проникла в семью куда угодно. Все, все хотят выяснить, кто же главный, кто же тут в семье. Да, так и выясняют. никто не хочет служить, все хотят господствовать. Это римская культура. Мы, это линия римской культуры, которая воплотилась полностью на базе Северной Америки, поскольку там была платформа, почва для этого очень хорошая, пространство. Потому что Европа маленькая, тесная, эти войны, переделы, очень сложно было решить все эти вопросы политически. И в Америке, когда Колумб открыл Америку, вот это уже мечта сбылась. Там построили очень богатую цивилизацию. Но идея та же самая. Имперская власть. Политическая, экономическая, как угодно. Но это одна и та же культура, в которой мы живем. Но здесь, говорится, есть люди невинные, которые на самом деле живут так по привычке, подражая обычным людям. Ну, к культуре этой. К роскоши людей приучают через средства массовой информации. Евростандарт. Я думаю, точнее бы сказать, невростандарт. Потому что эта культура порождает нервные и психические отклонения. Вот некая такая зависимость, это стандарт. Если у вас нет такой престижной машины, вы уже не пользуетесь авторитетом. Если вы этого не делаете, общество уже вас не признает. Если вы так не выглядите, на вас уже косо смотрят. Это вот имперское сознание, должны выглядеть как все, как императоры. Все, как Елизавета Вторая, не меньше. И также такие же экипажи иметь, такие же апартаменты иметь. Все хотят быть царями, смотрите. Вот чем заканчивается культура. Они ошиблись, думая, что будет просто один император, а все остальные будут слуги, и все будет нормально. Но никто слугой не захотел быть. Все захотели стать императором. Вот теперь мы хотим сказать, что давайте станем слугами Бога, а не императорами. Потому что именно так семьи и вся культура распадает. Наука взаимоотношений невозможна, если все будут императорами. Помогает невинным людям. То есть знания дает какие-то им. Третье избегает демонов. Слово такое древнее демоны, что-то страшное. Нет-нет, они не всегда страшны. Демоны есть очень культурные, есть очень добрые демоны, мягкие, сентиментальные. Им свойственны две вещи. Если хотите распознавать демоническую природу, я скажу ключевый момент. Две вещи. Это важно распознавать до брака. Потом уже поздно будет. Если вы неверный выбор сделаете, вы разрушите все. И ту семью, и ту семью. Демоны должны с демонами сочетаться. Тогда будет нормальный порядок. А с божественными натурами нельзя путать эти вещи. Не уживаются ни при каких обстоятельствах. Демон значит агрессор. И ему свойственны две вещи. Сентиментализм и жестокость. Вы не поверите, как эти качества могут уживаться в одном человеке. Сентиментализм, как бы жалость и жестокость. Одной женщине рассказал, что такое мясо. Она попросила. Почему ты вегетарианец и все такое. Я говорю, ну вот потому разговор зашел, зашел, зашел. Я стал объяснять, что такое мясо, мам со, санскрит. Ты я. Сегодня я тебя, потому что ты вкусный, завтра ты меня, я соглашаюсь, договорились. Ну, договор, по договору я тебя убью, потом ты меня также, по закону кармы. Мам со, ты я. это ее не убедила, она еще в законы кармы-то как-то не очень проникала. Может так, а может и не так. Где свидетели, правда же? И потом, я же не убиваю, я в магазине просто мясо беру. Я говорю, нет-нет, оплачиваете же, верно, труд убийц. Поэтому тоже причастные вот законы кармы это тоже учитывают. Но потом я уже для эмоций рассказал ей про бойни, что там происходит на самом деле. Потому что об этом вы не видите нигде в средствах массовой информации. Это нужно непосредственно знать. Я ей рассказал с картинками, с впечатлениями, а она сидела и рыдала просто. Она по-настоящему рыдала. Сцены там были очень трогательные, очень жестокие. Она вдруг вспомнила, что у них была корова и как тоже вот ее пришлось убить в время войны и все эти сантиметры и слезы, и слезы, и слезы у нее. Пришла домой и со взаимных глазах ела свое мясо. Сочетается жестокость и сантиментальность. Мне жалко тебя очень, но ты такой вкусный. Трудно отказаться. Жалко, чтобы убивать и трудно не убить, потому что ты вкусный. Видите, как сложно человеку. Это вот две сантиментальность и жестокость. Иисуса Христа распяли. Это же жестоко. А теперь все плачут сантиментально. Жалко всем. Но придет другой святой и его тоже убьют, а потом тоже будут плакать. Вот это в культуре называется демоническая культура. Нестабильная культура. И демоны, они обычно агрессивны, когда вы говорите о контроле ума, контроле речи, самоконтроле, самодисциплине. Регулирующие принципы, то есть есть закон Бога. Они законы отвергают всякие. Говорят, нет, закон только мое желание вообще. Что значит закон? Не хочу никаких законов. Я сам себе закон устанавливаю для жизни. Поэтому они протестуют, они агрессивны становятся. Таких людей нужно избегать. Любит Бога, дает знания невинным людям, демонов избегают. Что четвертое я забыл? Ну, четыре же характеристики. Еще одна вещь. Она меня так смотрит, как будто в первый раз видит. Любит Бога, дает знания невинным, избегает агрессоров, демонов. И четвертое. Никто не знает? Я тоже забыл. Так случается со мной. Это из-за переездов. Воздух в теле вдруг раз и как будто вы не знаете ничего. На самом деле вы знаете, но вот в этот момент вы не знаете. Ну, у тебя воздух в теле наладился? Хорошо, я позже вспомню. Как же мог забыть четвертое? Не важно, потом, хорошо. Вкус. И на седьмом уровне пхава. Полное перерождение. На уровне пхавы вы можете отношения строить кем угодно, даже с демоном. Независимо, ни от чего. Вас любят все. Полубоги, ли это демоны, ракшасы, не знаю, там кто бы ни был, вас любят все. Потому что вы безупречный человек и полезный каждому. Потому что вы видите душу, вы даже демонов не видите, вы видите душу. Видите и общаетесь с душой. как один человек подошел ко мне утром. Большой парк, я там гуляю рано утром. Медитирую, мантру повторяю. И в это время обычно с собаками люди гуляют, выходят так рано. Либо еще не ложились спать. Вот он еще спать не ложился, он еще был нетрезвый сильно. И он искал какого-то общения, он еще как-то был активный. И он ко мне сразу прямиком увидел, тоже не спит, ходит тут. И он думал, я такой же, как и он. Вот решил с ним познакомиться со мной. Я думаю, ну нелегкая принесла человека ко мне, этого пьяного. Я тут медитирую. Подошел, от него там как из пивной бочки стоит, улыбается, значит, хочет разговаривать. Ты говоришь, что тут делаешь? Я говорю, я думаю, сейчас уйдет. Я говорю, с Богом общаюсь. Думаю, сейчас сразу убежит. О, ему так интересно стало. Завелался разговор, думаю, ну на свою голову. Ну и там уже о душе, уже о реинкарнации с ним. Я думаю, ну куда меня понесло? С ним разговариваю, сейчас лекции давайте, он же не отстанет от меня. Что? Говорит, что, реинкарнация? Говорит, это что значит? Ну, ты можешь родиться вот в следующей жизни. У кого-то другого, что ли, он говорит? Я говорю, ну да, ну ты же родился уже у своих родителей, ну так почему ты не можешь еще раз родиться? Говорит, у кого-то другого не могу. Я говорю, а, ну ты же не выбирал себе родителей. И они тебя не выбирали. Он говорит, ты знаешь, что-то есть. Вот ты вот говоришь, что-то в этом есть вообще. И кем я рожу из следующей жизни? Говорит, ну ты видишь, нет, ну скажи мне. Я говорю, ну смотря как проживешь эту, если проживешь как животное, животным, да, ну ерунда полностью, животное, ну ты несешь всякую чушь вообще. Ты лучше мне скажи, что я могу сделать для своей дочери, он сказал. Вот он такой пьяный, уже с отпечатком, знаете, этого порока. У меня говорит, дочь, 15 лет, что для нее могу сделать хорошим, чтобы было человеком. Я говорю, ну расскажи о душе и реинкарнации. Так мне же за дурка все посчитают сразу же. Говорю, а как считаешь, я нормальный человек? Говорит, ну не знаю. А что ж ты у такого человека, как я, спрашиваешь о воспитании своей любимой дочери? Ну вот как ты-то вот сказал про меня, что я душа, понимаешь, ты тронул меня как-то вот. А я, говорит, алкоголик, я уже пьяница, у меня уже проблемы в жизни, понимаешь, что ты душа про меня говоришь. И стал плакать. Я говорю, у тебя просто рождение плохое. Душа такая же. У него слезы болелись просто. Спасибо. Я, говорит, дал надежду просто. То есть, собственно говоря, можно увидеть душу. Добраться с любым человеком это возможно. Но нужен опыт. Вот этот опыт нам необходим в семье, где бы то ни было. Понимать вот эти глубокие вещи. На основе мира. Первое условие. Добродетель. Доброго доброго не боится. В атмосфере страха, недоверия, невозможно строить отношения. Это так же, как сидеть за одним столом, игроки азартные. Что их объединяет? У каждого свои интересы. Хотя они и вместе. И мы это напоминаем. Да сейчас, среди близких людей, есть свои корыстные планы, отдельные друг от друга. Что-то они скрывают друг от друга. Что касается денег, то же самое. Что касается будущего, то же самое. А где же наша семья? Понимание вот это глубокое. Пхава означает перерождение. Пхава на санскрите означает вообще рождение. Пхава, например, я мужчина. Это мое умонастроение, называется пхава. Куда я бы ни пошел, оно со мной всегда, я живу в этом. Вот эта жизнь, пхава, вот это вот называется рождение еще. Моя природа, так скажем. И вот эта пхава отличается от этой предыдущей пхавы тем, что здесь становится духовное рождение. Я, конечно, понимаю, кто я на самом деле. Пхава, перерождение. На этом уровне, на уровне пхавы, вам доверяют даже враги. Ну, так сказать враги, потому что они могут считать врагами, но вы не видите врагов. Вам доверяют абсолютно все. Это написано в гиде. Все дороги ему, и он дорог каждому. Это наука взаимоотношений. Ведь это зависит от того, на каком уровне находимся. И есть свои рекомендации с этой как бы вот структурой, иерархией сознания. Есть разные рекомендации, как общаться с миром, с близкими людьми. Вот тут нужно выяснить, где мы сейчас находимся. Если здесь, рекомендаций никаких не нужно уже. Вы все автоматически, интуитивно знаете, спонтанно. Вы любите. Если здесь, то вот нужно знать 4, 4, 4, 4 забыл. Когда ждет, вспомнил. Ты вспомнил, нет? Есть ли здесь, то такие характеристики. На уровне очищения мы должны быть сосредоточены на очищении и помогать другим также в этом плане. Вот это нас связывает, вот общая цель. Поэтому давайте разберемся. Если мы строим брак, основан ли он на вере? Бывает, об этом вообще речи нет, когда мы строим отношения. Мы этим общением интересуемся. Основан ли общением со святыми опытными людьми? Нет, это только если вот в церкви брак осветить и все, и все общение. Есть ли духовная практика в семье? Вы скажете, это что-то новое? Нет. Это древняя практика, древние традиции. В каждой семье была духовная практика. Люди знали, без духовной практики здесь семья не будет существовать долго. Потому что там пояснится раздражение и зависть. Да будет много проблем. Семья будет источником страданий. Вот к чему мы сейчас приходим. Семья – источник страданий. Первое. Когда люди влюбляются, влюбленность, можно назвать по-другому приятные отношения, очень приятные отношения. Глубокая чувственная привязанность. Оно затмевает разум, потому что мы не видим, кто перед нами полностью. Это некое ослепление или возбуждение чувства ума. При этом можно видеть, что они очень выглядят счастливо. Это сильно убеждает это настроение, оно просто пробивает все. Даже окружающие верят, Боже мой, какая любовь. Это внешняя характеристика. Но это любовь и вера, и счастье в невежестве больше, в ослепленном состоянии. Второе. Наступает привыкание. Привыкание – это еще полбеды. Еще не так сложно. Ну как, медов месяц проходит, мы уже привыкаем, когда живем близко, общаемся, мы начинаем уже понимать характеры друг друга, привычки друг друга. Мы видим, что мы уже повторяем одни и те же слова, у нас одни и те же мысли, мы их считываем уже уже, как бы без слов даже знаем друг друга, привыкаем. Но хуже – пресыщение. Пресыщение касается злоупотребления взаимоотношениями, чрезмерный секс, допустим. Вот это уже пресыщение. И вот тогда, когда наступает привыкание или пресыщение, возникает период ссор. Очень болезненный ссор. Причем причины серьезные нет. Ни одной серьезной причины. Это какие-то маленькие нюансы, детали, которые мы во влюбленности не замечали. Поскольку мы были ослеплены любовью. Но при привыкании вдруг проявляются эти детали. Вот она ходит и вздыхает по квартире постоянно. Как привидение оказывается. Откуда эта у нее привычка вдруг взялась? И меня это раздражает. Дорогой она ему говорит, слушай, я тебе говорила, пожалуйста, вот так зубную пасту не выдавливай. Вот так нужно снизу выкручивать. Понял, нет? Я тебе уже сколько раз об этом говорил. Ты продолжаешь давить ее так, и они ругаются, ссорятся. Они картошку чистят по-разному. Один толсто снимает, долго тонко снимает. Скандал у них на этой почве. Толщина картошки, вздыхание, шаркание ногами, выдавление зубной пасты, бросил носки. Один носок там, другой на холодильнике. А ты посуду не моешь, всю ночь стоит грязная посуда. И вот эти все детали, бытовые детали, приводят к сильным ссорам. Они начинают сомневаться в любви друг друга. Что в их понимании эгоистической любви мы должны во мне любить все. И носки мои любить, на холодильнике тоже. И зубную пасту, которую выдавливаю, как хочу, должна любить. Нет, видите, наступает другой период, когда мы должны освобождаться от недостатков. И ссоры указывают нам на эти недостатки. А мы не хотим, чтобы нам кто-то указывал на мои недостатки. Видите, а в семье вот так вот необходим вот такой процесс. Мы будем сами друг друга друг другу указывать на недостатки. Вынуждены, потому что это будет раздражать. И когда эти люди ссорятся, затем нужно жить дальше, они просят прощения, снова влюбляются, как бы вспоминают о любви, признаются, снова привыкают и снова ссорятся. Снова просят прощения, снова привыкают и снова ссорятся. Ну как вы живете? Вот так и живем. То миримся, то ссоримся всю жизнь. Какая-то проклятая жизнь. Так мы и крутимся вот в этом настроении. Миримся, ссоримся, миримся, ссоримся. Веды говорят так. Птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются. Если видите, что муж и жена ругаются, там бьется посуда и там крики, страшные угрозы, не обращайте внимания, все нормально, идите дальше. Не нужно вмешиваться туда. Никто не нужно вмешиваться. Это их ашрам. Их чистилище. Вот это их дело. Туда вмешиваться. Там между ними Бог. Это брак освященный. Они не разводятся. Они путем очищения. Если вы возьмете щебень, щебень это не что иное, как мы с вами, когда выступаем в брак. У каждого есть своя форма какая-то индивидуальная. Понимаете, такая щебенка, такая, знаете, экстравагантная. Одна щебенка, и другая такой щебень, тоже экстравагантная по-своему. Понимаете? У них такая произвольная, угловатая форма. И вот теперь они в близких отношениях будут общаться. Понимаете? Все будут скрипеть, хрустеть, там откалываться с искрами. И вот это вот. Нормально. Не обращайте внимания. Этих работы. И через 50 лет у них там золотая свадьба. Они такие, знаете, как галька такая в руке. Такая гладкая, такая приятная, такие добрые, знаете. Вот, вот так, вот что происходит в близких отношениях мужчины и женщины. Поэтому не нужно это все скрывать при помощи современной психологии, скрывать и настраивать себя на какие-то искусственные вещи. Нужно прожить реальную жизнь. Ну, у нас, правда, есть телевизор и компьютер, и очень трудно прожить реальную жизнь в присутствии таких гуру одноглазых. Они вас быстро настроят там куда-то, отвлекут внимание, быстренько еще с сексом позаниматься там, и все, как будто бы ушли от проблемы. Нет, проблема никуда не ушла. Ну, так мы остаемся как бы нереализованными в такой искусственной жизни. Все так устроено, чтобы не трогать ложное эго мое. Веда говорит наоборот. Сейчас измениться ложное эго, очистить ее, освободиться от него. Вот это нелегкая вещь. Поэтому брак, вот эти отношения, вращающиеся, цикличные, не являются браком, говорится в Ведах. Это не является брак. Брак – это другое. Брак начинается с четвертого уровня. Это уважение. Уважение, если взять корень этого слова, это славянский корень – увага. Внимание означает. Быть внимательными друг к другу. Не к своим желаниям, не к себе, а друг к другу. Вот это начало уже брака. То есть люди готовы к жертве. Это означает, что их любовь будет углубляться и расти. Все. Вот это брак. Это есть смысл в этом. То есть пока вы не убедитесь, вот в этом четвертом пункте брак заключать нельзя. Опасно очень. Большой риск. Сейчас особенно большой риск. Разводы они достигают в некоторых местах стопроцентного уровня. В некоторых городах России достигают стопроцентного уровня. Практически все браки заканчиваются разводом. Все. А в целом, по российской статистики, сейчас чуть больше 70 процентов, насколько я помню. Где-то, сейчас я скажу, 600 тысяч ежегодно разводов в России. 600 тысяч каждый год. Такая цифра. Ну, собственно, катастрофа. Вы не реагируете никак, потому что, ну, уже все равно. Все равно все же как. Как и цават уже, какая разница, 600 или 700 уже, или миллион, или все уже. Уже не важно, правда же? Мы уже, так сказать, потеряли эту чувствительность в этой культуре. Что только мы не видели, это цветочки развода. Ну, не бывает же друг друга, слава Богу, да? Просто развелись. Ну, нормально. Жить можно. Развод — это высшая мера наказания для брака и для детей. Все дети получают травму. Люди, которые разводятся, тоже получают травму пожизненную. Все травмированы. И сейчас интересный феномен. Некоторые подходят молодые люди и говорят, я жить не хочу. Что скажете? 15-16 лет. Я из Казахстана приехал. Казахстан занимает первое место в СНГ, третье место в мире по самоубийствам юношей, девушек. Президент дал задание всем ведущим психологам найти причину. Почему так? Не знают, не могут идти. Единственное, что сказали, они себя чувствуют ненужными никому. А почему? Не знаем. Это обычно дети не бедные, у них родители имеют деньги, они состоятельные, но они чувствуют свою ненужность. Почему? Они не знают, почему. То есть сейчас такое время, что без духовного знания мы практически не сможем улучшить свою жизнь. Мы вынуждены сейчас принимать его, даже если не верим в это. Потому что другого способа нет. Так и написано в ведах древних предсказания, что другого выхода не будет, и люди будут принимать духовное знание, что выхода не будет другого. Даже если хотели бы без этого оказаться, не смогут. Это как пожар. Дом горит, и вы звоните в пожарную охрану, вы же не говорите, пришлите мне охрану из русско-православной церкви. Не из индийской, пожалуйста, общины. Вы вообще в этом не думаете? Кто-нибудь помогите, кто может? Все. Это ваш друг, это ваш брат, это ваш спаситель. Вот о чем сейчас речь идет. Итак, поскольку мы все привязаны к каким-то национальным категориям, личным, индивидуальным категориям, мы говорим, вот это я не приму, потому что я так не хочу, а так не принято, а в моей культуре по-другому. А это Бог арабский, этот Бог русский, этот индийский. Вот такую ерунду мы у наследовали откуда-то. Хотя Бог один, и он в сердце. Уважение приводит к тому, что при помощи этого внимания глубокого и служения, вот это вот служение означает уважение, синоним, возникает духовная дружба. Брак неразрушим, если вы достигаете духовной дружбы. Его никто не может разрушить, потому что нет никаких причин разрушать этот брак. Духовная дружба, она не зависит от состояния тела или возраста человека, от его красоты телесной. Я вспоминаю Виктора Гюго, который написал «Человек, который смеется». Большой роман. Великий писатель, огромный, объеме стоит. Материал у него он описывает одного человека, который смеется, этот урод, выращенный в специальной, как бы, глиняной пробирке большой. И эта пробирка сделала его искривленным, он вырос. Его подготовили для того, чтобы шутов всю жизнь клоуном. И сделали пластическую операцию, сделали ему улыбку до ушей. Кривой, улыбающийся, вот такой был урод, выращенный искусственно. Этого ребенка взяли еще маленьким. Он описывает судьбу этого человека. И пока он был мальчишкой, он даже радовался, что он такой, что все аплодируют, все смеются, все на него внимание обращают. А позже он понял, что судьба-то его несчастная на самом деле. Где он найдет свою любовь в таком виде? Как он сможет постичь любовь в жизни? И об этом вся книга. Но там была большая любовь. Каким, можно сказать, как можно было влюбиться в этого урода? А девушка была слепая. Вот Гюго такой сюжет придумал. Она увидела его качество, вот и все. То есть у них была дружба. Она не видела его в этом материальном облике биологическом. И вот духовная дружба сразу не этому. Так же, как сейчас люди слепы к душе. Ну вот в этом состоянии. Вы слепы к материальному телу. Вы видите содержание. Вот это цените. Поэтому такой брак не разрушен. Даже в старости. дружба означает, что вы заботитесь друг о друге для того, чтобы помочь друг другу продвигаться выше, выше, выше духовно. Это очень ценно, если в жизни есть такой друг. Это может быть ваша жена, может быть и не была вашей женой, может быть друг. Но если это жена, это очень хорошо. Это, в общем, великую удачу иметь такую жену и такого мужа. И вот эта дружба, она и перерастает в любовь. Любовь уже существует. Не думайте, пожалуйста, что она откуда-то приходит, куда-то уходит. Она дремлет в сердце каждого живого существа. И при определенных обстоятельствах она пробуждается. Там, где есть жертва, она пробуждается. Например, если кто-то сделает вам что-то бескорыстно, что вы чувствуете? Это мне? А за что? Не за что? Вот просто так мне? А почему? Просто хотите сделать неприятное, а что-то в этом есть. Знаете, какой-то хороший человек, потрясающий человек. Вот так чувствуете и все. Потому что жертва. А это вот вам, мне. А за что? За деньги, деньги дайте и будет ваш. А, нет, иди отсюда. Не нужно. Мне. Третий не просил эти все вещи делать. Все, отчуждаетесь мгновенно. Там, где есть выгода, не может быть никакой любви. Но там, где есть бескорыстная деятельность, пробуждается любовь. В этом ее суть. Суть любви в любовном обмене. Любовь – это деятельность, это активное состояние. Как говорит один из великих Госвами, Руба Госвами, любовь растет благодаря трем вещам, которые нужно делать, практиковать. Первое. Дары. 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 Принимать, давать. Любовный обмен. Это из-за подарки. Но важно не сам подарок, а то чувство, с которым вы это делаете. Вот это очень важный момент. Насколько вы это делаете искренне, с любовью или благодарностью к человеку. Вот это самое важное. От этого и зависит ценность этого дара и вот этот обмен. А обмен – значит, что мы можем развивать эту глубину отношений. Есть одно племя, я читал, может быть, его уже сейчас и нет, потому что я читал лет 20 назад об этом. Может быть, его уже нет, но я надеюсь, что оно еще есть, это племя. Где-то племя какое-то есть, где люди живут дарами. Это их традиция. Делать подарки друг другу. Причем, когда человек получает подарок, он всегда хочет ответить больше. Вот это их традиция. Все заняты этим. И там нет вообще ни бедности, ни ни счеты, там нет экономических проблем. В принципе. Их и быть не может. Все экономические проблемы значит, что-то прячется. скрывается для себя, сторожится, охраняется. Я никого туда не пускаю. Поэтому нет экономических проблем, есть просто жадность. Но как вы думаете, жадность и любовь сочетаются? Если в семье есть жадность, это не семья. Жадность побуждать человека скрывать даже от близких людей свои доходы и что-то прятать. Или какие-то мотивы иметь корыстные, скрытные. Второй момент обмена любовного – это пища. Пища, приготовленная с любовью и освещенная. Вот это очень важный момент. Если у вас есть опыт принятия освещенной пищи, вы меня сразу поймете. Тут не нужны никаких доказательств. Если нет, то я скажу одну вещь. Пища – это самая могучная форма отношений между людьми. Пища имеет гигантское, огромное значение в нашей жизни. Настолько она важна, что мы вообще даже не замечаем, что зависим от пищи. Мы даже не замечаем это. И часто не придем значения. Но пища, освещенная, приготовленная с любовью, меняет сознание в ту же минуту, когда вы принимаете. Вот у меня опыт какой. 30 лет назад я попробовал однажды освещенную пищу в Санкт-Петербурге. Вот так начались мои поиски вот эти. Именно с нее. И вся моя жизнь изменилась в тот же день. И я вдруг понял, что всю свою жизнь я никогда не ел освещенной пищи. Я даже не знал, что это такое. И значения этому не придавал. Килокалории ел, как нас учили. Я даже не понимал, что это такое пища, оказывается. А потом поехали в Джаганадхапури, в Индию когда-то. Я уже знаю, что такое освещенная пища. Мы едим места паломничества. А Джаганадхапури это один из самых священных городов в Индии. Именно славится освещенной пищей. Там в центре города храм огромный. 54 подношения там готовят к божествам. И распространяют повсюду этот просад. Весь город его ест. Вот так живут люди там. То есть там особая пища. Если у вас есть время и желание, пожалуйста, поезжайте в Джаганадхапури, попробуйте этого просада освещенной пищи. Не пожалеете. Деньги можете последним даже заплатить, не пожалеете. Поезжайте. Сейчас люди со всего мира ездят туда за этим просадом. И когда мы ехали в Джаганадхапури, мы ехали из Вриндавана. Это было трудное путешествие в индийском поезде. Если вот реакция есть, это было в индийских поездах, они сразу смекнули, что такое индийский поезд. Это не вам не европейский поезд, не нервный стандарт. Там другой стандарт. Там здоровый образ жизни. Там люди все в обнимку едут и все друзья и братья. Хоть на голове могут сидеть друг друга, никто никого не беспокоит. Вы к этому, конечно, не привыкли. Там открыты окна, там все открыто. Там нищие все заходят постоянно на всех остановках и не на остановках, что-то у вас просят. В общем, это Индия. Мы ехали полутора суток, были очень уставшие и измотаны дорогой в индийском поезде. Мы только мечтали, чтобы нас там встретили сразу в гостиницу, сразу в мовенье, сразу в туалет, только потому, что перекусить. Ну, в общем, у нас... Мы были очень раздражены, очень уставшие. Мы вышли с поезда в плохом настроении и нас встретили улыбающиеся индусы, автобус для нас подогнали, гирлянды и не в гостиницу, на просад. С ума сошли. Ну, как они встречают гостей? Вообще, какой просад? Многие, знаешь, еще в туалет не ходили, еще не мылись. Сразу просад. Мы еще злее стали, по-моему. Но мы контролируем чувства, мы же занимаемся йогой, мы контролируем чувства. Мы говорим, ага, спасибо, хорошо, пойдемте, да? И все там бурчат по-русски, знаете, по-русски все бурчат. Я сам готов был разбурчаться, но думаю, ну уже, ладно, терпеть до конца нужно. Нас повезли куда-то, по каким-то идиским дорогам таким же, знаете, с радостью, с улыбкой, с гирляндами. Злые, как собаки, когда-то приехали на просад, усадили прямо на пол, где-то на улице, на песок. И я думаю, Индия же, боже мой, этот песок, тут микробов много, индийских. И тут просад, нас давно ждал, этот просад уже, с открытыми крышками, там этот ветер надул туда песка уже, этого индийского. Все остыл, это слипшийся рис, белый, знаете, там дал. Думаю, боже, тяжелая пища еще сейчас, поезды, все это вот такое холодное, с песком, боже мой, какой риск вообще, как опасно. И они с улыбкой, так радушно подходят к нам с этим рисом, с этим далом и предлагают полную поварюшку слипшегося риса, знаете. Вот так, спасибо, хватит, сейчас быстренько и нужно быстрее в гостиницу. И дал тоже так, чуть-чуть. Этот песок, там думаю, ну ладно, чуть-чуть, я попробую, это же нужно, ну, отчетение на свечу на пищу. Но я не знал, что такое джаганатхапрасат. Я как сейчас помню, взял рукой, так просто пальцем макнул, вдал, рисинку взял, одну, и на язык, и началось все. Все путешествие, как будто бы, корова языком слезала, и никакой усталости нет, и посветления, и счастья в сердце. Я говорю, дайте еще рису, мне там побольше, с песком давайте, я могу тут умереть, нет проблем, я готов, давайте, мне дал, наливайте сюда, я такую гору, помню, съел этого просада, боже мой. Так вот, зачем мы сюда приехали? Теперь я понял, в чем была цель путешествия, просто попробовать пищу освещенной. Это очень важно. В семье, в семье, это, в общем-то, основная, как бы, связывающая, когда мы готовим, ни в столовых, ни в ресторанах, не ходите туда. Если вы хотите отношений, не портите отношения, не ходите в ресторан. Отношения всегда портятся, испортятся в конце, когда чего-то принесут. А вам будут там служить, там выполнять все ваши желания, потом вы скажете, не может быть, пересчитайте, пожалуйста. И в конце всегда вы уйдете недовольны оттуда, не так ли? Не так человек принимает пищу. Пищу принимает только с любовью. Мы должны питаться только любовью. Если эта пища без любви приготовлена и подана, это не наша пища, мы не должны есть ее, написано в этом. Любовь наша пища. Потому что мы души, мы человеческие существа. А животные могут есть, что попало. Это биологическая основа. И третий фактор, еще более могущественный. Вот сейчас он утраченный, непостижимый, недостижимый, но мы об этом говорим. Это раскрывать ум с доверием, сокровенные вещи раскрывать и также с доверием выслушивать других людей. Вот добраться до сердца, сердечное общение. Вот это самый сильный фактор любви. И иногда влюбленные встречаются, но о чем они говорят? Ни о чем сокровенно. А какого цвета у тебя глаза, они говорят? Какие у тебя длинные ресницы? А что за духи у тебя? Как ты пахнешь? Вот об этом они в основном говорят. Они даже не спрашивают, ты где работаешь, кто у тебя родители. Это потом уже, когда вынуждены идти к родителям, заинтересуются. А так даже это им не интересно. А в этих традициях, эти как бы династии, эта преимственность, что человек представляет себя в обществе, кто он, кем собирается быть, его путь. Нет, нет, нет. Просто нюхают друг друга, трогают. Говорят, люблю, и все. Остальное неважно. Это же не что-то выдуманное. Это написано в Бхагаватах, в Пуранах написано, что вот такие отношения на этом уровне, на телесном уровне. Один был царь Пуранджана. Пуранджана – это мифический герой. Он орицетворяет душу именно нашу. Он путешествует, странствует, как наша душа странствует. Из жизни в жизни, с тела в тело. Мы странники здесь, космические. Что душа, она вечна. Она была где-то до этого рождения. Она пойдет куда-то после этого рождения. Ее жизнь никогда не кончится. Пуранджана. Вот он в своих путешествиях. Встречает на своем пути красивый город. Девять врат. Этот город орицетворяет человеческое тело. Там тоже девять врат. Два глаза, два уха, две ноздри, анус гениталии. Это ворота во внешний мир. Через ворота зрения можно выйти из города в область форм и цвета. Через ворота слуха можно уйти в область звуков прекрасных и речей. Через ворота запаха тоже можно информацию собирать какую-то в город, приносить все эти вот богатства. Чувства дают вкус жизни. Это девять врат. Там множество было улиц и домов и множество жителей. А жители – это не что, но как желания, которые гнездятся в этом теле. Их миллионы, может быть. Миллионный город. И он подумал, какой красивый город, какие крепостные, крепкие. Стены окружают, как надежно защищен. Это точно мое прибежище. То, чтобы я хотел иметь такое вот прибежище. Я так устал скитаться. И тут вышла женщина из ворот, очень красивая. А подумал, Боже мой, вот если бы я женился, я бы женился на такой бы женщине. Кто ты? Она говорит, войди в этот город и стань его господином царем и женись на мне. Как ты угадал мои желания вообще? Я только об этом подумал. Я даже в это поверить не мог. И ты мне такое говоришь. И неужели я могу войти в этот город и принять этот город? Да, она говорит. Это твой город. Тебе же нравится? Нравится. Ну, такой ответ, достаточно этого. Достаточно, чтобы нравился. Заходи. Управляй этими жителями, этими желаниями. Он говорит, да, я потрясен. Это просто моя мечта. Это то, что я хотел. Но у меня один вопрос только есть к тебе. Кто ты? И что это за город? Ну, разве это так важно? Сказала женщина. Важно, что я твоя и город тоже твой. Заходи. Никаких ответов. Не так ли? Если мы спрашиваем, кто же я? Не так важно. Важно, что у тебя есть деньги, есть работа, есть жена. Работай. Работай. Женись и работай. И ни о чем не спрашивай больше. Это единственная наука, которую мы здесь получаем, взаимоотношения. Женись и работай. Все. Но один принц, сын царя, он вспомнил свои сотни жизни предыдущие. Так случилось с ним. И он вспомнил. Женись и работай. Женись и работай. В каждой жизни. И пошел к отцу. Отец говорит, ты уже большой, скоро тебе придется принять престол, женись и приступай к работе. Говорит, папа, я не хочу. Я больше не хочу. Что значит больше не хочу? Ты же никогда этого не делал. Да нет, папа, я помню свою прошлую жизнь. Я больше не хочу. Я пойду в лес, я пойду медитировать. Я хочу познать себя. Потом я буду принимать царство. Я больше не хочу так слепо принимать ничего. Я помню сотни своих жизней, я не хочу так вот больше делать. И в каждой жизни мне говорили, женись и работай, женись и работай, женись и работай. И никаких ответов. Все отношения строятся. Если вы не женитесь, проблема в обществе. Если не работаете, проблема в обществе. И он стал живеть в этом городе, управлять желаниями, выходил из ворот частенько за богатствами. Все было хорошо. И эти ворота охранял огромный змей с пятью головами. Это наша пран, жизненная сила. Пять жизненных сил охраняет это тело. Пока есть жизненная сила, мы здоровы. Мы сильные. Мы можем атаку времени выдерживать, но атака каждый день продолжается. Белые, черные воины постоянно и они атаковали стены этого города. Это день и ночь, день и ночь, день и ночь, время, время, время. Но змей был сильный, знаете, он всех разгонял там быстро. Но в течение времени змей как-то осла подрехлел, обвис весь. Стены стали давать пробоины. Все опаснее, опаснее стало существование. Все это описывается, как этот город попал и был подвержен сожжению, кремации. Пронжу захватили слуги смерти и вытащили из этого города. Грубо выбросили оттуда, что он не хотел уходить силой. И след за ним шлейф этих многотысячных желаний, унылых желаний, неисполненных. в другой город пошли переселяться. Вот что описывается. Это нужно знать. Это должны знать мужчины, женщины, дети. И вы видите, что жизнь станет полноценной, когда мы узнаем реальность, правду. Например, здесь в Прибалтике когда-то, ну это в Таллине было, жил один мой друг. Хотя мы с ним не так часто общались, мы очень хорошие отношения имели. Он раньше меня познакомил с этой философией, практиковал, но он был рожден калекой. Он всю жизнь провел на коляске, поскольку ноги его не работали. Он был искривлен, горбатый, вот такой большой головой, некординированный немножко, вот так он жил. Он был старше меня по возрасту. И когда он был еще мальчиком, он жил, это принял с рождения, он просто думал, что вот я такой, так буду жить. Но когда он подрос, он увидел, что другие-то живут по-другому. У них есть ноги, они бегают, играют, они общаются, там уже подруги есть у кого-то. А у кого-то уже невеста появилась, а у него ведь этого не будет ничего. И вот тогда он стал спрашивать своих родителей, свои 15-16 лет, мама, а почему я такой? Ну почему? Ну сынок, ну кто же знает? Ну так случилось? Нет, ты мне объясни. Ну почему со мной такое случилось? С другими нет. Ну как врачи говорят? Ну как-то хромосомы там что-то случилось в этот момент, в зачатии, вот так получилось. Какое-то нарушение было. Ну я понимаю, ты мне это уже говорила, но почему со мной это произошло, а не с другими? Ну с другими это не произошло же, а со мной произошло. Я тебя не понимаю, дорогой мой. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. И он мучился годами эти вопросы. Я говорю, я мучился, не говорил о тебе и считал, это несправедливо со мной, это несправедливо. Почему я? И моя зависть увеличилась, мое ложное эго росло. У меня плохие качества стали появляться, я стал ненавидеть людей здоровых. Он рассказывал. В один день звонок в дверь. Один человек распространял книги Бхагавадгиты, по квартирам ходил. Он пришел к ним. Вот тут книга, там что-то там мать открыла. Не, не, не нужна никакая книга, не мешайте ей, дети. А, он говорит, нет, 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 что за человек, заходи, что-то почувствовал просто. Пусть пройдет, пусть пройдет. Что за книга у него? И он прошел, показал Бхагавадгиту, там, карма, реинкарнация, эти все законы. Для этого времени это была бомба просто. Во 80-е годы. Союз Советских Социалистических Республик. Я, правда, не знаю, каким чудом человек вообще вошел в свою квартиру, я даже не знаю эту историю только. Нужно еще узнать об этом. И вот тут мне стало все ясно, почему я такой. Он мне сказал, делай что-то для людей. Ни у кого, говорит, язык такого бы не повернулся мне сказать, делай что-то для людей. Я обиженный Богом вообще человек, а я еще для людей что-то должен делать для Бога. Я злой на Бога, на людей. А он мне сказал, объяснив, теперь ты должен изменить свою жизнь. Служи теперь Богу, служи людям. Делай что-то для людей. Вы не поверите, этот человек стал самый счастливый в Таллине в то время. К нему люди приходили советоваться о жизни. Никто не замечал его искореченного тела. У него был сильный дух, могучный, доброта, мудрость. У него все проявилось. Когда с ним разговариваешь, вообще забываешь о его теле. Полностью. Начинаешь видеть душу. Человек. Это сокровенные мысли, которыми нужно обмениваться. Что же для нас на самом деле важно, что сокровенно? Есть пустые разговоры, а есть сокровенные разговоры. Пустые разговоры сравниваются в это с кваканьем лягушки. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Этот гвалт, я однажды в одном месте остановился на ферме. Это было весной, активное время для лягушек. Я не мог уснуть всю ночь. Очень громко. Вот как будто они все с микрофоном, лягушки. Активно, потому что у них в то время спариваются они. И вот этот звук, они как раз общаются, привлекают друг друга этим звуком. По звуку они уже ориентируются, что это за лягушка, что за лягушка. По звуку понимают как бы характер и форму даже, величину этой лягушки. И так они вот сходятся таким образом. То есть активно идет такой разговор, беседа. Вот веды говорят, вот если человек просто беседует на какие-то обычные пустые темы, это кваканье лягушки. Он хочет привлечь друг друга, себя показать. Вот таким образом он живет. Но почему такой пример? Потому что эти же звуки слышит и змея. И тоже ориентируется по звукам. Вот эта лягушка мне как раз подходит для моего желудка. Точно-точно совпадает по звуку. Она ее находит тихонько. Нет лягушки. Вот такое сравнение веды дается. Это пустые звуки, которые ведут на нас просто к гибели. Язык мой, враг мой. Но язык мой также спасет меня, если я его использую в другом направлении. Сокровенное. Слушайте сердце и говорите от сердца. Эта практика должна быть ежедневная. Не говорите чепухи, не говорите ерунды поверхностной. Не говорите слов-паразитов много. Не приучайте себя к пустой речи. Это потеря умственной разумной энергии. Это очень серьезный момент. То есть речь очень-очень важна. Если человек контролирует язык и речь, он достигает освобождения, говорит, в этой жизни, говорят ответы. Язык – вот такое могущественное чувство, энергия. В прошлом, в Венеческой культуре, люди никогда не показывались в обществе, пока не совершали омовение тела, не одевали чистые одежды и не совершали медитацию, очищение ума. Только после этого они общались, потому что речь, ответственность говорить. Это ответственность за каждое слово. Итак, завтра мы продолжим эту тему, что касается звука, именно речи, понятий, слов, которые мы используем. Важно не само по себе это образование, а от сердца говорить. Пусть это будут просто свои слова, простая речь, но искренняя и честная речь. Вот это называется искусством взаимоотношений. Потому что главная способность человека – это говорить. Но она зависит от другой способности – слушать. Если не умеем слушать, не умеем и говорить. То, что язык подвешен, это еще не квалификация. Нужно еще говорить правду и точные вещи по отношению к тому или иному собеседнику. А это зависит от понимания, а понимания от слушания. Врач не может поставить диагноз, пока не выслушает пациента. Поэтому и говорить мы не можем, пока не выслушаем. И говорится, что тот, кто услышал, уже должен говорить. У него появляется эта обязанность. Тот, кто услышал сердцем, должен говорить. И вот эти разговоры из сердца в сердце – это и есть главная составляющая отношений. В семье или на работе, или иногда. Это может быть нечасто, скорее всего, но иногда. Что у нас тоже много обязанностей, материальных, семейных, много жизней. Наполнено всякими. Но иногда, время от времени, а лучше регулярно, а лучше каждый день, хотя бы полчаса или пятнадцать минут, с сокровенно мы должны что-то слышать. Например, как я восполняю это. Каждый день я стараюсь слушать лекции своего духовного учителя в записи. Это сокровенные вещи. У меня в сердце появляется много всяких вещей, для меня очень ценных, которые могу поделиться с другими. Хочется. Но вот этот обмен важен, очень важен. Потом также читать священные писания – это традиция. Обсуждать их, пытаться принять его в их смысл. Это очень скрепляет отношения. Вы даже забываете потом, какой вы природы. Старый или молодой, или, не знаю, математик, или художник. Это, знаете, противоположный, неважно становится, какой вы национальности и прочее. В этих беседах проявляется божественная сила, энергия. Я не это тело. Вы начинаете чувствовать, осознавать это в таких отношениях. Это искусство взаимоотношений. Можно поднять себя до духовного уровня, просто разговаривать друг с другом. А можно разговаривая, стать врагами. И то, и другое возможно. И здесь не стоит полагаться на волю случая, потому что речь трудно контролировать. Мы все равно допускаем ошибки какие-то эмоциональные или словесные понятия. Они накапливаются постепенно, эти ошибки. Откладываются, как что-то негативное, отношения портятся. Вот как люди живут коммунальные квартиры, знаете. Я жил. У нас не такая уж была большая коммунальная квартира, а есть настоящие коммунальные квартиры в Санкт-Петербурге. Вот так вот двор-колодец. Вот на каждом этаже вот это одна коммунальная квартира. Представьте, там два туалета. Также кухни общие. И расписание на туалете. 7-0-3. Фамилия. Идет в туалет вот этот человек. 7 утра, 3 минуты, допустим. Я не шучу. Если там 20 семей, 20 комнат, то вот по таким минутам. И малейшее опоздание или задержка, уже стук в дверь, уже все недовольны. И там люди живут очень тяжело. Многие качали жить самоубийством. Да, на мои глаза женщина бросилась в фонтанку весной на лед, чтобы погибнуть там подо льдом. Но не пробила лед, не смогла. Доставали мы ее. И она говорила, что не могу больше жить в коммунальной квартире. Поэтому это сделала. Они терпят, но смотрят друг на друга. Проходи мимо. И каждый замечает что-то, веришь? Это откладывается, 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 откладывается. Все негативно они накапливают, накапливают, накапливают. И потом малейшее соприкосновение. Взрыв такой, знаете. И вся коммунальная квартира, все это вспоминают, все вываливают друг над другом, что было и что не было. И там такой кошмар творится. Боже мой, милицию нужно вызывать. И травят друг друга. И все, что угодно можно после этого. Так ненавидят люди друг друга. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот они делятся вот этим всем. Вот этим умом. Вот этой вот пищей. Дары не делают. Никакого обмена. Но представьте теперь, что вы чуть-чуть делаете дар. Чуть-чуть сокровенности скажете. Чуть-чуть позитивного еще. Вы это замечаете. Это откладывается, откладывается, откладывается. И вдруг, и вдруг просто вот маленький подарочек. Маленькая улыбка. И такое счастье. Вот чуть-чуть совсем. И такое, и такое счастье, наполненное уже этим всем. Видите, искусство в этом отношении. Простые вещи, доступные для каждого, но постоянно нужно делать. Они накапливаются, хорошие вещи. Даже когда мы совершаем ошибки, конечно, совершая ошибку, мы плохое впечатление оставляем у кого-то. Ну, я не виноват, ну, с каждым бывает. Но, тем не менее, впечатление испортилось обо мне. Как-то так или иначе пострадало. С каждым бывает, верно же? Никто же не застрахован от ошибок. Все ошибаются. Но вы делаете дары, и все очищается. Вы угощаете свечной пищей, и все очищается. Открываете сердце, и все очищается. Все еще лучше становится. И кто-то думает, Боже мой, а я-то думаю, вот какой я плохой человек. А ведь он как хорошо говорит, какие хорошие вещи делает на самом деле. Я этого не знал. Извини меня. То есть всегда нужно добираться до сердца человека. Вот это искусство. Сейчас считается утраченным. Это основа цивилизации, развития цивилизации. Прогресс означает прогресс любви. Совершенство человека определяется только степенью способности любить. Однажды меня пригласили на собрание всех конфессий в Алмате. Я туда не хотел идти. Я считал, что эти встречи более-менее бесполезны. Там каждый просто себя представляет, хочет, конкурирует. Я не хотел в конкуренцию какую-то. Но меня очень упросила одна женщина, которая все это организовывала. Сказала, ну все для мира, для понимания. Ну почему вы так относитесь? Ну вот по чуть-чуть же можно что-то изменить. Вот будете общаться еще и еще. И постепенно будет лучше и лучше. Вот мы надеемся, что когда мы пойдем к миру, к пониманию, ну приходите, пожалуйста. Ну я не отказал, я пошел. Пошел, сел в зал вот такой же. Сижу и смотрю, конкуренция опять. Кто не выходит, тот к себе тянет. Кто-то провозглашает истинную религию и так далее. И жду очереди. Я тоже что-то буду предлагать свое, как самое лучшее, конечно же. Каждый гуляк свое болото хвалит, если я очень плохо чувствую. Ну я уже попал туда, все, меня вызывают на сцену. Я думаю, ну что же мне сказать-то? Надо же сказать правду. А скажу правду, все подумают все равно. Что-то что-нибудь скажешь, все плохо в такой атмосфере. Ну нет там сокровенных, нет любви, ну нет таких. Все вот, каждый мировое господство хочет. Я вспоминаю стих из Благовата Пурана. Прямо вот в этом медленности всплывает стих хороший. Ну вот я его сейчас расскажу. И я обращаюсь к аудитории, говорю, какая религия самая лучшая? Все подумали, ну кошмар. Очередная пропаганда. Вот он пришел, этот кулик еще один появился на своем болоте. Все, знаете, ну так вообще насторожились, когда я это сказал. Так вот в зал бросил. Испугались даже. Особенно эта организаторша. Аж перепугалась. Может, я его зря пригласил. Вот мира точно не будет. Но я поднял руку вверх уверенно. Все еще больше присели. Говорю, это написано в Благовата Пуране. Так, так, все заинтересовались. Ну-ка, что там написано в Благовата Пуране? Пять тысяч лет назад говорю. Та религия самая лучшая, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Все стали аплодировать. Всем понравилось. Всем понравилось. Есть сокровенное для всех. И не важно, кто мы и откуда. Мы же одного хотим. И вот нужно понять эту вещь. Единственную, что Бог в сердце, прежде всего, а не в храбе, построенном из кирпича и камнях. А в сердце каждого живого существа. Вот о чем речь. Вот о чем искусство взаимоотношений. Это проникает уже в нашу жизнь автоматически. Мы даже к муравью отношения изменим. К дереву отношения изменим. Ко всему отношения меняются. Потому что это центр нашего существования. Это и есть наша совесть. Наша жизнь на этом основывается. Поэтому мы это называем наукой взаимоотношений. Потому что до этих пор мы уже забыли, что это наука. Это уже дело вкуса, как общаться, кто как желает. Если вы согласны общаться так, то это ваше право. А если вы согласны оба так общаться, то это тоже ваше право. Это уже вы сами решаете. Тут науки никакой нет. Это вопрос вкуса. Нет, это наука. Наука, потому что если мы не знаем, как общаться, придут страдания. Как можно назвать ученого ученым, если он страдает в жизни, скажите? И увеличивает страдания в своей деятельности. Где наука? Это не настоящая наука. Сам-то он страдает. В чем же его знание тогда? Он знает квантовую физику, но в жизни он страдает. И живет на биологической основе, как животное. Но где наука? Это несложно, знаете, вот это вот. Материальная наука, это на самом деле несложно. Немножко подумать, немножко рассчитать там. И все это можно сделать. Как вот, знаете, сделать блины. Взял муку, взял воду, там что-то добавил, и все, и сделал. Это вопрос техники больше. Это не наука. Наука начинается с осознания себя. Вот это говорят веды. То есть наука – это искусство наблюдать. Так вот давайте наблюдать теперь себя, свое сердце. Познаем душу. Познаем свою душу, познаем и душу другого близкого человека. И жизнь изменится в тот же день. Ведь это наше новое рождение будет. Это новое рождение будет. Великие перспективы перед каждым человеком. Это не имеет значения, кто какого возраста, кто какого разума, кто какого образования. Жизнь важнее всего, душа важнее всего. Итак, здесь мы остановимся на этом. Завтра мы поговорим об отношениях мужчины и женщины более конкретно. Сегодня была общая лекция о науке взаимоотношений. Сейчас можно вопросы, если есть, пожалуйста. Спасибо. Вопрос. Как не потерять решимость? Идти духовным путем, когда начинаешь видеть ужас своих, своих прошлых грехов. Я вам скажу честно, мы не все грехи свои видим. Только чуть-чуть. И уже ужасаемся. А если еще больше увидим, а если до конца увидим? Не ужасайтесь. Важно, что мы пришли к духовному знанию. В Дике написано, что если даже ты самый грешный всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты пересечешь этот океан греха и пороков. Ты освободишься от них. Дается хороший пример. Вдохновляющий пример. Меня это сильно вдохновило, когда я его слышал. Предположим, у вас есть любимый родственник. Так. Все любят его. И вот он сходит с ума. Вот такое несчастье. И вы его вынуждены, хотя любите, отправить в сумасшедший дом. И он живет в сумасшедшем доме долгие годы на излечении. И вот он выздоравливает. Все хорошо. Вы сразу забираете его домой. И даже не вспоминаете про это сумасшедшее. Не так ли? Вот так же будет с грехами. Как только мы освободимся, никто даже не вспомнит об этом. Все снова встанет на свои места. Душа всегда чиста. Это лишь покрытие, сумасшествие некоторое. То есть, собственно говоря, люди ни плохие, ни хорошие, они больные, говорил Христос. В этом проблема вся. Они несчастные. Грех означает несчастье. Я вынужден делать грехи, потому что хочу счастья. А где его взять? Все счастье в греховной деятельности, в интенсикациях, в наркомании, в сексуальной жизни. Где еще? Больше нет. Я же страдаю, вот в чем дело. Поэтому не нужно как-то свою жизнь разнообразить. Как без греха жить? Просто я несчастный человек. Вот в чем проблема. Но когда я получаю эти знания, я обретаю счастье, я обретаю силу. Мне уже больше не нужен грех. И возвращается моя истинная природа. Сумасшествие уходит. И глядя на такую личность, никто не вспомнит ее в прошлых поступках. Даже не подумает. Как говорится, вы можете взять золото даже из грязи. Ценность не изменится. Душа имеет ту же самую ценность сейчас. Про общение. Меня пугает коллективное мышление. Поэтому избегаю присоединения к какой-либо религиозной общению. Молюсь Богу сама, изучаю законы Бога. Является ли это признаком гордыни и невежества? То, что не хочу быть в конкретной общине, в конкретной традиции. Нет. Это не проблема. Вы постепенно найдете свое место. Сейчас не время вам присоединяться к какой-то традиции. Не спешите. Разберите в себе сначала. Все правильно у вас идет. Судя по вопросу, все хорошо. Это первый этап. Нужно осмыслить себя сначала. Если вы попадете в какую-то систему, вы перестанете осмысливать себя. Не спешите с этим. Сначала найдите духовного учителя. Кто поможет вам разобраться в себе. Вот это первое, что требуется. А о системе пока никакой не думаете. Организации никакой не думаете. Пока это не нужно. Когда уже осмыслите себя, это не опасно будет войти в систему, организацию. Могу ли я претендовать на возможность... Ну, это уже личный. Духовным учителем, если практикую разные духовные практики в разных традициях, не присоединяясь ни к одной единственной. Можете не присоединяться сейчас к никакой организации. Но если вы хотите принять духовного учителя, то должна быть связь с духовным учителем. Духовная связь. И она устанавливается через образ жизни. Тогда вы должны принять образ жизни духовного учителя. Так же, как он. Появится связь. Тогда будет возможность обучаться. Почему трудно общаться с людьми? Почему в любом обществе я чувствую себя ненужной и не в группе? Вопрос гордыня. Да, гордыня, возможно, у всех гордыня. Это общий вопрос, общий ответ. Гордыня. Но здесь больше читается настроение страха и разочарованности. Негативный опыт общения в прошлом. Разочарование в общении. Сейчас таких людей очень-очень много. Почти каждый. Все в чем-то разочарованы. В какой-то любви, еще с юношества, еще с детства. Кто-то в родителях. Кто-то в сестре или в братье. Кто-то в учителе в школе. Все. Все имеют такой опыт. Поэтому мы немножко замкнуты в той или иной степени. Но чрезмерно замыкаться, если будете, вы разрушите добродетель в себе. Вы станете в конечном итоге человеконенавистником. А это заканчивается параноидальными синдромами. Это психическое отклонение. Поэтому изолировать себя полностью нельзя. Общаться необходимо с дорогими сердцем людьми или вашими идеалами. Или в кого еще верить. Если вы никого не верите, это проблемка. Хотя бы в святых книгах верьте. И читайте о них. Тоже общайте. Если среди живых не находите такого общения, найдите, возьмите литературу, почитайте о святых людях. Я рекомендую. Есть много жизненных писаний святых. Начните с этого. Уже вам даст большие силы и надежду и веру. Это зависит также от вашей силы, с кем вы сможете общаться. Как? Христос мог общаться с блудницами и пьяницами. И когда фарисеис приселя что-то, учитель, проводишь время с пьяницами и блудницами постоянно сидишь. Он дал хороший ответ. Ведь врач нужен не среди больных, а среди здоровых, а среди больных, он сказал. То есть он был силен, могущественен. Это также вопрос духовной силы, насколько вы можете общаться с людьми близко, разными. Но опять же здесь, как выход из положения, нужен духовный наставник, который сможет понять вас очень хорошо и повести этим путем, указать путь, имея опыт личный. Не оставайтесь в изолированном состоянии, это очень опасно для сознания, для нашего сердца. Почему мы не помним прошлой жизни? Ведь получается, мы ходим по кругу и поступаем, наступаем на одни грабли. Совершенно верно. Не помним. Ну, кто-то помнит что-то. Недавно одна моя знакомая передала мне письмо. Говорит, почитайте, может быть, для книги вам материал подойдет. Ее дочь, пятилетняя, стала рассказывать о прошлых жизнях и внутриутробном периоде, и о том, как она родилась. Она рассказала все подробности родов ей, матери своей. Все, как было. Она все помнила. Я рассказал кое-что из прошлой жизни, как их убили, как их закопали, и кто это был, как они выглядели. Сильно плакала, сильно переживала, когда рассказывала. Письмо, как бомба просто действует. Настолько реалистично передано. То есть кто-то может помнить, но это не важно. Не важно, помните вы буквально события прошлой жизни, но вы помните отношения прошлого. Каждый это помнит. Вы рождаетесь с определенным характером. Так ли? С определенными качествами врожденными. Это и есть та самая память. И вы находите тех людей с прошлой жизни именно по взаимоотношению, вы вспоминаете их. Вы можете влюбиться с первого взгляда, не зная даже человека. А можете с кем-то за одну минуту стать врагом мгновенно. Это память прошлого. Просто потому, что ему даже лицо не нравится этого человека. А почему? А потому, что в прошлой жизни он вас убил. Вот с этим самым выражением лица, характера. И все. И события вы не помните, а отношения вы помните. Память есть другого характера. А события и причины помнит сверх душа в сердце. Есть, есть такая память. Собственно говоря, есть даже такие приемы, но вспоминать прошлую жизнь не рекомендовано обычному человеку. не нужно это делать. Это слишком большой стресс, если вы на самом деле все вспомните. Сейчас вы где-то живете, работаете, у вас есть семья. И вдруг вы сейчас вспоминаете, что у вас другая семья. Куда вы пойдете отсюда? В какую семью? Если вспомните. Видите, проблема? Не нужно вспоминать прошлую жизнь. Мы можем судить о прошлой жизни по настоящему моменту наших качеств. По настоящему моменту. мужчина, женщина, человек, какая семья, какой тип разума. Уже можно сказать, что было в прошлом. Величенно-следственная связь показывает это. Если вас унижают всю жизнь, значит, в прошлой жизни вы совершали много злодеяний, много боли причинным другим людям. Если вы не выполняли свои обязанности, вас не признают в этой жизни. Даже если вы способный человек, вас не признают в этой жизни. Вам будет очень обидно со способностью быть непризнанным. Если в прошлой жизни вы неправильно накопили богатство, то в этой жизни вы неправильно будете пользоваться богатством накопленным. Вы не сможете им воспользоваться. Как говорится, работает, а толку нет. Даже когда деньги есть, не может их правильно использовать. Не способен. Разума нет. То есть есть такие моменты. Это описывается в Махабхарате, в других источниках об этих законах причинно-следственных связях. Можно судить о прошлом воплощении так же. Сейчас много женщин, которые не могут устроить свою личную жизнь. Почему? В прошлом совершали ошибки, будучи еще мужчинами. Что с этим делать? Завтра поговорим. С этим надо что-то же делать, правильно? Мы же не просто собрались так приговор услышать и уйти, что ничего не поделать. Нет, нет, нет. Это просто карма. Это не высший закон. Высший карм – закон свободы выбора. У нас есть, тем не менее, есть свободы выбора. Можем изменить много в своей жизни. При желании, если есть знания, если есть наука. вопросы кончились? Еще есть? Можно ли попасть на прием индивидуально? Мы подумаем. Может быть, какие-то встречи индивидуальные сделаем. Только не думайте, что я психолог. А я отчасти лишь психолог. Я никогда не учился ничему. Вы же видите. У меня наука нетрадиционная. Это наука самоосознания. У меня нет какого-то научного образования. Я самоучка. Ну, не совсем. У меня есть духовный учитель. Это другая традиция просто. Но по складу я несколько философов. По складу. Поэтому, что я могу сказать индивидуально? То же самое, что, говорю, на лекции повторить? Ну, может быть, я что-то и смогу сказать индивидуально. Но знаете, когда это важно будет? Когда вы измените образ жизни. Тогда эти индивидуальные беседы будут очень важны. Не так просто. Это очень трудно. Индивидуально общаться с человеком, который не готов принимать наставления. Который просто поддержки, может быть, защиты для себя. Как приходит иногда женщина, говорит, скажите, как вот, что мне делать? как сделать так, чтобы муж мне слушался? Вот вообще не слушался, а грызается постоянно. Они его в ребенка превращают и еще ищут поддержки у меня. Когда я пытаюсь как-то мягко указать на их ошибку, очень сложно. Очень сложно. Эго большое. в этом случае какой смысл индивидуально общаться? Нужно изменить образ жизни сначала. Тогда одна недовольная встреча может быть, знаете, какой полезной? А одна встреча может изменить всю жизнь. Если мы найдем нужного человека, если мы готовы, это может всю судьбу нашу изменить, улучшить. А иначе какой смысл? Лекция лучше. Почему? Никто не думает, что про него говорят. Что много людей сидят и они вспоминают, ааа, это вот про моего соседа точно, вот он такой, да, вот ты. эго там у него и то и другое, да, да, да. Все как бы рефлексируют сидят и улыбаются и смеются, потому что про кого-то думают. Но если вы про себя подумаете, улыбаться не будете много. Станьте серьезными и скажите, а что это он себе такое позволяет. Если бы я индивидуально сейчас для кого-то из вас дал такую лекцию, вам бы плохо было в течение этих двух часов. Но поскольку у нас давать такие вещи залу, я должен принять наставление в свой адрес сначала, иначе никто меня не слушал. Почему нужно принимать духовного учителя, кто знает? Если эти книги можно прочитать, зачем же принимать еще личность? Потому что если мы получим знания из книг, мы обретем гордыню учения, учености, но если мы получим эти знания в форме наставлений, мы получим великое смирение. И вот это качество знания, вот это проводник. Нам нужен наставник, который скажет, вот так нужно, а так не нужно, вот это ты не прав в этом. Вот так мы получаем знание. Знание разрушает наше ложное эго. И пока человек не готов именно вот так получать знание, никакие индивидуальные встречи, никакие книги, ничего не поможет. Если вы приходите жаловаться на жизнь, совершайте ошибку. Потому что все причины страданий только в нас самих. Исключительно все. Хотя можно сочувствовать иногда каким-то вещам несправедливым, это правда. Сочувствовать нужно, у нас есть чувства тоже, да, но если говорить истину, нужно принять также эту, и эту сторону. И сочувствие, и правду. Потому что мы причина этих страданий сами, мы и есть та самая проблема жизни, о которой мы говорим. Каждый из нас. вот нужна наука взаимоотношения, любовь и бескорыстие, тогда мы уже не проблема с вами. Тогда уже мы не проблема. И никто не проблема. Жизнь гораздо более сурова, чем нам кажется. Очень точны суровые законы природы. У нас другого пути нет. Харер нама, харер нама, харер нама, иваке валам, калау на насти, а насти, а насти, а гаде ранят, а нет другого пути, нет другого пути, кроме как пробудить любовь к Богу, воспевая его имена, говорит пураны. Век гали другого выбора нет. Поэтому если мы готовы или уже как-то образ жизни наш меняется, тогда это полезно может быть индивидуальной встречи тоже. Если я просто был бы врачом или психологом, нет проблем. Я просто бы ответил на ваш вопрос конкретный и все. Как сделать так, чтобы муж был послушным? Я знаю. Я знаю, как манипулировать этим. Но я не делаю этих вещей. Это разряд черной магии. Знаете, нет? В черной магии написано, как-то дело. Никакой психолог не нужен. там вот там делаете, шепчете и все подчиняется. Но вы же этого не хотите. Все на сегодня. Спасибо большое. Аплодисменты. Позвольте сделать объявление относительно завтрашней продолжения программы. У нас действительно Впереди очень насущные темы, актуальные о нашей семейной жизни, о взаимоотношениях. И также в течение визита Александра Геннадьевича Хакимова в Латвии у нас создался такой проект, который называется «Свет Гривес». Может быть, многие из вас уже о нем слышали. Поднимите, пожалуйста, руки, кто не слышал. Спасибо. Это загородный центр, наставником которого любезно согласился стать Александр Геннадьевич Хакимов. И все из вас, кто заинтересован подробнее узнать, что же это такое, о чем пойдет речь, где это расположено. И как-то тоже включаться, скажем, в судьбу этого мероприятия. Например, в четверг в 18.00 у нас будет удивительная возможность встретиться и побеседовать. Это объявление сейчас для женщин, побеседовать с супругой Александра Геннадьевича Хакимова именно на территории вот этого центра «Свет Гривес». Поэтому, пожалуйста, все, у кого есть, откликается это предложение, участвовать вот в этой встрече, задать какие-то действительно женские вопросы, какие-то, ну, такие, может быть, более действительно личностные относительно нашего с на вами предназначения, наших с вами задач и вообще каких-то секретов, да, вот, которые хорошо бы знать женщинам с позиций ведических писаний и ведического знания, то, пожалуйста, вот подойдите к столику информации, там, где вы приобретали абонементы и билеты, и вам расскажут подробнее об этой встрече. Либо, заходите, пожалуйста, на наши сайты, это либо радуга2005.lv или радугамира.орг, да, либо светгривес.лв, то есть у нас уже такое информационное пространство многогранное, да, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и будем рады вас видеть на вот всех этих мероприятиях. Спасибо за ваш интерес к знаниям. Спасибо. До завтра. Спасибо. Спасибо.